от приручения нескольких хулиганов. Я сказал тебе собрать информацию об этих шпионах и диверсантах династии Сунь. Что насчет этого? Услышав вопрос Джанте, Белес немного нервничал. Говорят, что те люди, которые были ответственны за захват этих людей, были тайной полицией Нормандской империи. Поскольку они работают очень тайно, я не смог получить никаких соответствующих новостей. Этот ответ был также в ожидании Джанте. Такие люди, как он, могли собирать только какие-то сплетни вместо секретных новостей. После доклада, Белес немного нервничал и взглянул на Джанте. Ух, у меня есть одна проблема. С чем? Эти люди до сих пор не верят, что я работаю на вас. Они, они хотят увидеть вас, их истинного босса. Джанте слегка нахмурился, но вскоре успокоился. Это было также в его ожиданиях. Они выздоровели? Еще нет, но после ухода, многие из них уже могут ходить. На следующей неделе я встречу их. Хорошо. Затем Белес опустил голову. Сейчас, Джанте не мог заботиться об этом тривиальном деле. То, что он в основном хотел сделать, это вернуться в свою резиденцию и войти в ситуацию возвращения проблем, чтобы попробовать свой меч красной змеи. Глава 244. Карнавал. Все обычные дикие волки и огромные волки в окружающих горах и равнинах помчались в сторону Джанте волнами. В это время меч красной змеи превратился в гибкую духовную змею, которая плавала в пространстве на расстоянии 1-3 м перед Джанте. Все дикие волки, которые бросились в это пространство, теряли голову или получали ужасные раны на их телах, разбрызгивая кровь. Они плакали и скулили на земле, прежде чем умереть. Еще три диких волка напали на Джанте с одним спереди и двумя сзади. Джанте махнул своим мечом и отрубил голову первого дикого волка, который был на расстоянии более один им от него. Сразу после этого лезвие снова вытянулось и достигло 3 м. Сделав изящную эскривую, он сделал две страшные раны в два фута на диких волках позади. Эти раны шли от их голов к их хвостам, заставляя их отчаянно кричать. Дикие волки атаковали Джанте, как бесконечный прилив. В тот момент, когда он убил трех диких волков, другой напал на него. Когда дикий волк собирался открыть свой кровавый рот и укусить голень Джанте, лезвие, достигшее 3 м, сразу же отступило, как молния. Прежде чем Джанте двинулся, этот лезвие отскочило назад и пролетело около этого дикого волка. В результате, когда дикий волк приблизился к Джанте, он брызнул большим количеством свежей крови, затем скорбно завопил и откатился. Лезвие почти полностью оттянулось назад, только показав небольшой отрезок размером менее 20 см от ручки. Джанте быстро отодвинулся в сторону и избежал огромного волка, который тихо прокрался ближе, а затем яростно напал в самый критический момент. Однако пока он все еще находился в воздухе, Джанте использовал свой меч в виде кинжала, чтобы ударить в него несколько раз. В результате, когда огромный волк упал на землю, он наклонился. Еще больше диких волков напали на него и сразу после взмаха его руки, лезвие длиной более 2м прорезало диких волков, как и со всеми перед ними. Затем лезвие снова отступило назад и превратилось в меч длиной в 1м, как обычный меч. Держа его, Джанте почувствовал, как будто использовал обычный длинный меч. Затем он бросился в стаю волков и принес грязный ветер и дождь крови. Через 10 минут, Джанте проткнул свой длинный меч в рот последнего огромного волка. Быстро удлиняющееся лезвие сразу прорезало тело огромного волка и просверлило его снизу, прежде чем отступить. Держа меч, Джанте снова взглянул на блестящий клинок, который не имел свежей крови, с самого начала этой резни. Он рассмеялся. Если бы второй лейтенант Пипин и тот первый лейтенант центра оборудования увидели бы его, использующего этот меч так ловко, они были бы очень поражены, так что их рты могли даже удержать большое утиное яйцо. Ситуация возвращения проблем снова вошла в светлые точки. Сегодня был третий день после того, как Джанте получил свой меч красный змей. Дело в том, что если вы хотите приспособиться к оружию, вам придется практиковаться с ним на поле битвы. В эти дни, держа этот меч, Джанте испытал много битв жизни и смерти в ситуациях возвращения проблем. Много раз он был ранен мечом из-за его ненадлежащего использования. Почувствовав так много битв и за счет своей жизни и свежей крови, после того, как в первый раз его атаковали тысячи диких и огромных волков, Джанте впервые ощутил секрет красного меча. Держа меч, он наконец понял, как гибко использовать этот меч из своего внутреннего сердца. Джанте понял, что он действительно получил сокровище. Этот меч красный змей был определенно лучшим оружием в арсенале. Если бы Джанте попросили дать ему имя, то имя, которое он предоставил, определенно даст людям ощущение грубости. Мужской член. Весь меч мог менять длину и твердость по его воле. Что это было еще, если не мужской член? Секрет манипуляции мечом лежал в часто меняющейся скрытой силе, которая была влита в лезвие. Со скрытой силой лезвие меча может стать твердым и удлиненным. Если бы, оно было слишком длинным, лезвие было бы немного гибким, что затрудняло бы контроль. Для воина, когда он использовал оружие, сила, которую он вводил в оружие, была относительно стабильной, поэтому многим было трудно вводить меняющуюся скрытую силу в оружие, которое они использовали. Когда кто-то использовал это оружие, ему нужно было рассчитать и часто менять количество скрытой силы, которая была введена в зависимости от разных ситуаций, что означало тяжелое бремя на менталитет и физическую силу. Особенно в бою, это бремя не могли вынести многие. Тем не менее для Джанте, у которого была ужасающая духовная энергия и чрезвычайно большая умственная арифметика с помощью счет, это было даже проще, чем пить холодную воду. Иногда Джанте чувствовал, что предмет в его руке – смесь сложного оружия, а не просто меч. Возможно, было бы более уместно рассматривать это как междисциплинарное оружие. Когда лезвие достигало чуть более 20 см, этот меч мог использоваться как кинжал или короткая сабля. Когда лезвие достигало чуть более 1 м, оно может сохранить свою максимальную жесткость и иметь надлежащую прочность после того, как будет введена скрытая сила. Этот меч затем мог использоваться как тонкий длинный меч, который мог бы легко разрезать железо. Когда 3 м лезвие было полностью вытащено, этот меч можно было использовать как ужасный боевой меч, который мог даже соответствовать сертификации мужчины. Его радиус атаки может достигать более 4 м, если считать руки и шаги Джанте. Кроме того, сверхтонкое лезвие, сделанное из неизвестного металла, было определенно более эффективным, чем у сертификации мужчины. Используемый с достаточной силой этот меч, безусловно, можно использовать как кнут и копье. Когда он использовал его как хлыст, его клинок мог хлыстать противника. Если использовать его проворно, можно было бы связать что-то с помощью меча и поднести к себе. Когда он использовал его как копье, острый наконечник меча мог легко прорезать огромный меч или воронит в пределах 2-4 м. После инъекции скрытой силы, треугольный наконечник меча мог быстро растягиваться, как скрытое оружие, чтобы усилить эффект проникновения. Парень, который изобрел этот меч, определенно был гением. Тем не менее работа гения всегда будет изолирована и похоронена среди большого количества ожесточенного оружия, которое сияет ледяными огнями. Даже если кто-то жаловался на его женский вид, как можно сразу узнать суть дизайна и использования этого оружия. Они чувствовали бы, что его нелегко контролировать. По разным причинам, меч красной змеи был в конце концов обнаружен Джанти. На самом деле, если бы не потому, что Джанти не хотел раскрывать свою настоящую силу и не был на границе, он бы не выбрал это странное оружие в качестве награды за то, что он выиграл медаль «Железная кровь». Однако основываясь на возможностях оружия, на этот раз он сделал правильный выбор. Внутри он был удивлен. Следующие несколько дней были самыми расслабленными и приятными днями у Джанти в Блапии. Будучи в странном состоянии, где она истекала кровью, но не была ранена, Ханна стала послушной и не приходила в Джанти в полночь, как раньше, давая ему больше времени, чтобы погрузиться в ситуации возвращения проблем, чтобы постоянно улучшать свои боевые навыки. Напротив, старший брат Ханны всегда рано вставал и возвращался домой поздно каждый день в качестве агента для отпускания дождевых червей для Джанти. Фермерские хозяйства в соседних деревнях охотно продавали своих земляных червей старшему брату Ханны, кто затем отпускал всех земляных червей. Несмотря на то, что Джанти лично не отпускал дождевых червей, фрукты спасения все же продолжали расти, по мере того, как старший брат Ханны выпускал червей. Кроме того, дело Джанти, покупающего дождевых червей в селе Шевли, не только распространилось по Шевли, но и соседним деревням. Соблазненные серебряными монетами, некоторые домохозяйства в Шевли и некоторые в соседних деревнях начали выращивать земляных червей. Хотя они не знали, придет ли этот идиот сюда, чтобы купить их земляных червей через год, попробовать стоило. Конечно, Джанти был счастлив, что они думали об этом. В самые неторопливые и расслабленные дни, многие люди из Блапии и даже в селе Шевли были действительно заняты нервным и радостным состоянием, потому что через несколько дней прибудет самый важный и самый большой ежегодный фестиваль пива в Блапии. В день фестиваля пива, такие деревни, как Шевли, организовывали несколько украшенных автомобилей, чтобы отправиться в центр города Блапии. Самые сильные мужчины и самые красивые женщины и самое вкусное пиво из Шевли поедут вместе с украшенными автомобилями, чтобы отпраздновать карнавал в течение одного дня в центре города. Это было большое событие для всей деревни. С такой жаркой атмосферой, карнавал пива в Блапии прибыл. Глава 245-1. Старейшина из клана Джан в сумерках воздушный корабль появился над гражданской площадью города Блэкхат. Он прибыл так резко, как будто вышел из пустоты. До того, как большинство людей в городе Блэкхат заметили его, он уже появился. Для большинства обычных жителей города Блэкхат, дирижабли были редкостью. Вот почему, когда некоторые люди с острыми глазами заметили внезапное появление дирижабля над гражданской площадью города Блэкхат, многие подняли головы и уставились на то, как он парит на высоте более 200 м над землей. Никто прежде не видел этот дирижабль. У плоского, гладкого и обтекаемого дирижабля были два устойчивых лоскута, как крылья птицы. Они светили серебристым. Смотря с земли, это было похоже на летающую серебряную рыбу, летающую в небе. Поскольку он был не слишком высоко, люди на земле могли ясно видеть пропеллеры на хвосте и два лоскута дирижабля. Вообще говоря, это был элегантный и властный дирижабль. В тот момент, когда люди увидели его, они поняли, что это определенно продвинутый дирижабль. Прибытие дирижабля возбудило фотографов, которые торговали на гражданской площади. Они скорректировали правильные углы и поддерживали свое фотографическое оборудование. Спасали жителей города Блэкхат от пропуска такой возможности, чтобы сфотографироваться с таким красивым дирижаблем. Конечно, было много граждан, которые хотели сфотографироваться. Дирижабль продолжал парить над гражданской площадью. Никто не знал, что он собирается делать. Многие люди в городе Блэкхат предположили, что он пришел из Нормандской империи. Внутри может быть большая шишка. Такая спокойная атмосфера оставалась неизменной на протяжении более 10 минут, пока огромное количество полностью бронированных солдат и транспортных средств Нормандской империи не прибыло, чтобы встретить грозного врага. Офицер Нормандской империи приказал солдатам эвакуировать население с гражданской площади. Только потом граждане поняли, что что-то не так и поспешно ушли. Глядя на этот дирижабль, у офицера из сухопутного оборонного лагеря дивизии 39 на лбу появился пот. Этот дирижабль двигался так быстро. В тот момент, когда отряд ПВО в города Блэкхат заметил, что он летит к воздушной территории города Блэкхат без каких-либо символов Нормандской империи. На нем его узоры и особенности не похожи ни на какой дирижабль, находящийся в эксплуатации или произведенной Нормандской империей, ПВО передали предупреждение о противовоздушной обороне. Поскольку основной пароуправляемый котел противовоздушной обороны на городской стене города Блэкхат находился в активном состоянии, после получения предупреждения, хорошо обученные солдаты дивизии 39 поставили под давлением главный котел и подготовили ПВО. Во время этого процесса, солдаты дивизии 39 действительно отлично выступили. Однако этот дирижабль прилетел так быстро, что до того, как оружие ПВО было готово, он уже ворвался в воздушную территорию ЛВ-1 внутри городских стен. Поскольку этот дирижабль не прибыл из Нормандской империи, если бы не офицеры лагеря ПВО, которые были абсолютно уверены, что такого дирижабля в династии не было, предупреждение о противовоздушной обороне уже давно прозвучало бы в городе. Однако офицеры лагеря ПВО покрылись холодным потом. Сэр, машина лампового сообщения лагеря противовоздушной обороны уже на месте. Свяжитесь с людьми на дирижабле, используя простые коды, узнайте их статус и цель. Офицер на месте отдал приказ. На территории гражданской площади уже был подготовлен профессиональный аппарат связи «Земля-воздух». На транспортном средстве была группа специального оборудования оптической связи. Получив приказ, солдат быстро снял крышку с оборудования и дважды отправил одно и то же сообщение в сторону дирижабля. Вскоре дирижабль ответил, и его ламповое сигнальное оборудование тоже начало мерцать к земле. Увидев дирижабль, связывающийся с землей, офицер лагеря противовоздушной обороны, наконец, выдохнул. Всего за несколько минут, полковник Лейбнец, получивший эту новость, прибыл на гражданскую площадь в транспортном средстве. Люди на дирижабле хотели поговорить прямо с ним, и полковник Лейбнец не счел это ненадлежащим, потому что независимо от того, было ли это в Нормандской империи или где-то еще, любые люди, которые могли бы взять такой роскошный дирижабль, несомненно, были большими фигурами, у которых были как и отличный статус, так и происхождение. По крайней мере, полковник Лейбнец не был способен взять такой инструмент воздушного движения. Когда он подошел к гражданской площади, полковник Лейбнец поднял голову и посмотрел на этот красивый дирижабль. Затем он подтвердил, что ни один из генералов во всей армии железного рога не может сравниться с этим дирижаблем. Во всей северной пограничной армии Нормандской империи возможно, что этот дирижабль мог соответствовать только персональному дирижаблю маршала Лин Чинцзян, который был построен на востоке. Полковник Лейбнец задавался вопросом, почему любая большая фигура заинтересована в этом отдаленном маленьком городе. Получив известие о прибытии верховного командующего города Блекхат, люди внутри дирижабля начали спуск. Да, спуск. Они прямо спрыгнули с сотен метров в воздухе. В тот момент, когда солдаты и офицеры лагеря противовоздушной обороны Нормандской империи увидели черные пятна, которые выскочили из дирижабля в аккуратной формации, все широко открыли свои рты. Черными пятнами, выскочившими из дирижабля, были люди. Эти люди быстро спрыгнули с дирижабля, как пельмени, ныряющие в воду. Они быстро сократили расстояние между ними и землей и приблизились к высоте менее пятьдесятым над землей. Когда все на земле думали, что те лунатики, выпрыгивающие из дирижабля, собираются стать мясной пастой, все они почувствовали, что небо потемнело, так как все лунатики открыли спиральный ротор в руке, который продолжал вращаться, в результате чего все лунатики замедлились. Вскоре после этого они собрали свои парашюты, прежде чем приземлиться на землю, как метеоры, падающие с неба. Бум! Все солдаты, стоявшие вокруг площади, почувствовали, как земля немного дрогнула. В долю секунды многие кирпичи на земле разваливались на куски, как паутина, простирающаяся через площадь. Внезапно все китайские солдаты с черными волосами и глазами стали прямо, как копья, показывая намерение убийства. Увидев тех людей, которые упали на землю с нескольких сотен метров за секунду, все проглотили слюну, включая полковника Лейбница. Эти люди были могущественными, очень могущественными, которые никогда не могли быть сопоставлены с обычными войсками дивизии 39, или, так думали солдаты дивизии 39. С бледным лицом офицер лагеря противовоздушной обороны наблюдал, как эти ужасающие китайские солдаты с такой скоростью быстро падали с дирижабля на землю, и он сразу же понял, что предметы, которые они использовали сейчас, были складными парашютами. Что использовали наиболее элитные имперские воздушными войсками Нормандской империи, эти парашюты были более продвинутыми, чем обычные парашюты. Это неудивительно. То, что заставило лицо офицера лагеря противовоздушной обороны побледнить, была их скорость приземления, что было почти половиной того, что требовалось имперскими военно-воздушными войсками. Это означало, что если бы его отряд защищался здесь, до того как все оружие земля-воздух были бы запущены, и серия тактических движений, таких как блокировка и нацеливание на этих людей, была завершена, они уже упали бы на землю. Перед этими людьми лагерь противовоздушной обороны дивизии 39 стал абсолютно бесполезным. Кто они? У Нормандской империи не может быть такой элитной армии, спросил себя офицер лагеря противовоздушной обороны. Тот же вопрос имел не только офицер лагеря ПВО, даже все солдаты и другие офицеры дивизии 39. Все были потрясены таким внезапным появлением. В тот момент, когда они увидели этих людей, они знали, что они никогда не смогут сравниться с ними. Несмотря на то, что те мощные солдаты, спрыгнувшие с дирижабля, потрясли всех, кто это видел. Следующая сцена почти заставила их глаза выпасть. Вскоре после того, как эти мощные китайские солдаты высадились, другой человек спрыгнул с дирижабля. Он двигался так быстро, как стрела, направленная вниз с дирижабля. Почти мгновенно, он уже приблизился к земле с нескольких сотен метров в воздухе. По сравнению с теми могущественными солдатами, которые спрыгнули с дирижабля и затормозили с помощью парашютов, этот человек даже не использовал какое-либо оборудование для замедления вообще. Когда он был близко к земле, он просто внезапно застыл, как перо, перед тем, как аккуратно приземлиться на землю, даже не вызвав пыль. Многие солдаты и офицеры нормандской империи протирали глаза. Они не могли поверить своим глазам. Среди них, только сердца нескольких офицеров, в том числе полковника Лейбница, яростно мчались, так как они знали, что означало удивительная способность последнего человека. Он был рыцарем, настоящим рыцарем. Только люди, выше ЛВ-15, могли показать такую бессмертную способность. В этой эпохе, те таланты, которые достигли рыцарских рангов, были настоящей причиной выживания людей на этом континенте. В Нормандской империи рыцарь, несомненно, означал армию. Все армии Нормандской империи были боевыми группами, сосредоточенными на рыцарях. Любой рыцарь был квалифицирован, чтобы стать военачальником. Лидер армии Железного рога был рыцарем, хорошо известным рыцарем в Нормандской империи, рыцарем Черного железа, лордом Клаузевицем. Армия Железного рога была армией, сосредоточенной вокруг лорда Клаузевица. Среди всех стран и сил коридора человеческих кланов Блэксона, количество рыцарей было прямым и важным стандартом национальной силы страны. Поэтому, несомненно, последний человек, вышедший из дирижабля, может соответствовать статусу лорда Клаузевица независимо от его национальности. Конечно, полковник Лейбниц не смел пренебрегать им. Глава 245-2. Старейшина из клана Джан увидев, что человек сосредоточился на нем, полковник Лейбниц держал свои плечи прямо и достойно пошел к нему, давая ему военный салют. Я старший офицер в городе Блэкхат, полковник Лейбниц, ваше превосходительство. Ваш дирижабль вошел в воздушную территорию ЛВ-1 города Блэкхат. Не могли бы вы рассказать мне вашу цель? Потому что другая сторона был китайцем, полковник Лейбниц говорил по-китайски. В Нормандской империи китайский язык был необходимым языком, который должен был изучать каждый в высшем классе. Это был также стандартный язык во всех приемах и салонах высшего класса. Китайский символизирует достоинство. Если бы Джанти услышал, как полковник Лейбниц говорил по-китайски так свободно, он определенно был бы ошеломлен. Услышав слова полковника Лейбница, старый человек, который спустился с дирижабля, слегка кивнул ему, прежде чем махнуть рукой, чтобы другой солдат рядом с ним представил полковнику Лейбницу документ. В тот момент, когда полковник Лейбниц заметил кровавого дракона Нормандской империи, его настроение поднялось, и он осторожно взял этот документ, заглянув внутрь. Во всех воздушных территориях Нормандской империи был представлен специальный сертификат связи и боевой меморандум, совместно представленный Министерством иностранных дел и военным департаментом Нормандской империи, на основании которого, дирижабль, прибывающий из страны Цзиньюнь, мог легально войти в воздушную территорию ЛВ-1 любого города в Нормандской империи. Кроме того, независимо от того, что они сделали, они все равно могли свободно покинуть страну, а результаты должны быть переложены на Министерство иностранных дел и военного ведомства Нормандской империи. При необходимости, при виде этого документа, любые местные офицеры и находящиеся на вооружении армии обязаны помогать и координировать с обладателем этого документа. Разумеется, полковник Лейбниц мог видеть правду этого документа, тем не менее содержание заставило его запутаться. Зачем такая крупная фигура, как рыцарь из страны Цзиньюнь прибыла сюда с таким документом, что стоило их путешествия на такое большое расстояние? Конечно, этот воздушный корабль, парящий над площадью города Блекхат, был очень привлекательным. На самом деле, люди не только могли увидеть его на Гражданской площади, но если они подняли головы, почти все жители города могли видеть огромный дирижабль, который сиял серебряными огнями. Уже продвинувшись по должности к руководителю мастерской, отец Джанти шел домой после работы. Когда он заметил, что люди рядом с ним указывали и смотрели в небо, он поднял голову. В тот момент, когда он увидел этот огромный дирижабль, он удивился, и его губы слегка задрожали. Он быстро вернулся домой с бледным лицом. Дом Джанти остался без изменений. Поскольку его родителям приходилось присматривать за старшей невесткой, которая была беременна и собиралась родить ребенка, магазин рисового напитка семьи Джанти долгое время не открывался. Каждый день мама Джанти проводила большую часть времени со своей невесткой. В эти дни, кухня семьи Джанти была наполнена ароматом различных продуктов и супов, заставляя прохожих пускать слюни. Когда отец Джанти вернулся домой, он обнаружил, что его жена тушит суп на кухне, но выглядела не так энергично и воодушевленно, как обычно. Как только она увидела его, она закусила губы и хотела что-то сказать. Я знаю, я уже видел его на обратном пути, это дирижабль уровня серебряного ветра дворца Хуайань семьи Джан. Могут ли они быть здесь по другим делам? Мама Джанти, с надеждой, спросила. Там знак павильона членов клана дворца Хуайань, я уверен. Отец Джанти горько улыбнулся. На этот раз, должно быть, старейшины павильона членов клана, пришли сюда ради нашего дела. Если нет, старейшины павильона членов клана никогда бы не пришли в этот маленький город, что бы ни случилось. Мы здесь уже десятки лет, как они могут нас найти? Я всего лишь тривиальная фигура во дворце Хуайань. В то время, я притворился, что умер, чтобы сбежать. Десятки лет прошли, пока мы в безопасности и здравом уме. Поддельный труп, должно быть, прогнил и был обнаружен другими людьми. Я думаю, что это должно быть Гава. Он, должно быть, разбудил свои родовые кровные узы и показал его след. Папа Джанти рассмеялся. Я не представлял, что хотя я был обычным всю свою жизнь, но женившись на хорошей жене, у меня будет сын, который пробудит родовую кровь. Я уже не жалею. Мама Джанти протянула руки и крепко обняла его, слезы катились из ее глаз, а он успокаивал ее, похлопывая руки. Не волнуйся, я просто притворился, что умер и убежал вместе с тобой. Это небольшая ошибка. Худшее, что может случиться, это то, что я буду записан в записи виновных деяний, буду наказан и буду трудиться несколько лет в дворце Хуайань. Поскольку последние годы становятся все менее и менее мирными, возможно, с дворцом Хуайань на моей стороне, это будет хорошо для меня. Это моя ошибка. Ты мог бы. Слезы мамы Джанти падали, как дождь. Я не был бы квалифицирован, чтобы быть мужчиной, если бы не был достаточно храбр, чтобы сбежать с тобой. По сравнению с тобой, та недвижимость была совсем не важной. В этот момент, отец Джанти был очень мужественным. За ужином Джан Ян, старший брат Джанти, вернулся домой после дневной работы. Папа потянул его в комнату. Через 10 минут, Джан Ян вышел с шокированным выражением. Затем он посмотрел на свою маму и его отца. Ему казалось, что он видит сказку, настоящую любовную сказку, которая всегда была рядом с ним в течение последних десятков лет. Она была приправлена ежедневными дровами, рисом, маслом и солью. После ужина, семья Джан была покрыта беспокойной атмосферой. Примерно через час, когда стало совсем темно, Лай вдоль всей улицы снаружи внезапно остановился, сменившись звуком кака, вызванным тяжелыми и аккуратными шагами. Услышав шаги, выходящие за пределы их дома, отец Джанти, мама, Джан Ян и старшая невестка все затаили дыхание. Ворота дома Джана открылись сами собой, и внутрь медленно зашла фигура со скрещенными руками за спиной. В тот момент, когда он увидел эту фигуру, отец Джанти дрогнул и поспешно потащил жену, чтобы встать на колени перед ним. Увидев, как их родители опустились на колени, старший брат Джанти также поспешно встал на колени вместе со своей женой. Джан Пин, недостойный потомок дворца Хуайань клана Джан приветствует шестого дядю. Это был по праву последний человек, который спрыгнул с дирижабля. Смотря без эмоций, этот человек ничего не сказал. Посмотрев на всех, он взглянул на магазин рисового напитка, на кухню и, наконец, на главный зал. Когда он увидел стол благовоний, которые были размещены соответственно на горелке Ладана, в середине главного зала, его выражение стало немного лучше. Старец холодно хмыкнул через ноздри. Посмотрев на людей, стоящих на коленях, он указал на старшую невестку. Так как ты вышла замуж за члена клана Джан и беременна кровным потомком клана Джан, тебе не обязательно это делать. Встань, Джан Пин, ты знаешь свою ошибку. Голос старца сразу стал мрачным. В то время, когда сумерки упали на город Блэкхат, и группа людей сошла с дирижабля и приехала домой к Джанте, все в Блапе и готовились к завтрашнему пивному фестивалю и карнавалу. Вся деревня Шевли была наполнена богатой атмосферой предстоящего фестиваля. Будучи девушкой, которая поедет вместе с завтрашним праздничным автомобилем в центр города, Ханна оставалась с девушками в деревне почти целый день. Они украшали машины, готовили новую одежду и поправляли свои волосы. Из незамужних девушек в Блапе, девушка, чье пиво было самым восхитительным в завтрашнем соревновании, она имела честь завоевать титул «Пивная королева». Для девочек в Блапе это была наивысшая похвала и согласие. То, что это означало для девочек Блапе, было то же как для обычного солдата армии железного рога означало бы внезапно стать лидером армии. Раньше была пивная королева из Шевли, но это было более 30 лет назад. Тем не менее это все еще часто упоминалось с гордостью жителей деревни. Шевли был землей сокровищ, которая когда-то имела пивную королеву. Кроме того, эта честь не присуждалась каждый год. Только девушка, которая могла заварить поистине восхитительное пиво, получившее похвалу всех, имела шанс выиграть эту особую честь. За последние 4 года никто не выиграл эту особую честь в Блапе. Хотя у Ханны также было стремление стать пивной королевой на фестивале пива, как и у всех других девушек в Блапе, она знала, что это почти невозможно. Она узнала рецепт пива от своей старшей невестки и ее мамы. Хотя он был не самый худший, он мог достичь лишь среднего уровня в селе Шевли. Было очень трудно сделать ее мастерство выдающимся среди всех других девушек. Даже члены ее семьи не думали, что она сможет заслужить такую особую честь. Члены семьи Ханны думали об этом, когда они помогли ей вылить пиво в деревянные бочки из пивного ферментера. Но в тот момент, когда они открыли крышку ферментера, старый Харли первым почувствовал запах специального аромата, который совершенно отличался от предыдущего. В тот момент, когда он почувствовал это, старый Харли громко воскликнул. Глава 246. Эффект мутировавших дрожжей Чжанти вернулся немного поздно сегодня вечером. В последние несколько дней, как только он был свободен днем, он отправлялся в соседние деревни и дикую природу для двух целей. Во-первых, чтобы искать животных, выращиваемых в соседних фермерских хозяйствах, которые могут быть освобождены и привести к соответствующему фрукту спасения. Во-вторых, культивировать на огромной лысой скале на вершине холма. В нескольких километрах от деревни Шивли, Чжанти нашел хорошее место, подходящее для того, чтобы культивировать навык железного тела спины медведя. Там, независимо от того, как он бил по этой скале спиной, эта огромная скала весом в несколько тысяч тонн оставалась неизменной. Это дало Чжанти еще один шанс укрепить его тело и способствовать росту фрукта кованого тела. Чжанти предположил, что одна из причин, почему он не был убит во время этой кровопролитной битвы с бессмертной армией династии Сунь, также может лежать во фрукте кованого тела. Хотя он не ел слишком много фруктов кованого тела, эффект тех, что он съел, должно было быть использовался в самый критический момент и спас ему жизнь. Из-за этого, Чжанти начал уделять больше внимания этим фруктам после того, как его тело полностью восстановилось. Особенно сейчас, когда его тело мутировало в предварительное восстановительное тело, Чжанти обладал превосходными способностями к восстановлению и заживлению ран, которые предлагали гораздо больше особых идей о его будущем пути культивирования. Эффект фрукта кованого тела усилил его физическую защиту и антипроникающие способности. Так как он постоянно практиковался в таком духе, четыре дня назад, первый фрукт кованого тела после его полного выздоровления созрел. После его съедания, Чжанти почувствовал его сладкие соки. Он не заставил его страдать от диареи, просто превратившись в ледяную энергию, которая проникала в его кожу и мышцы изнутри наружу. После вчерашнего восстановления, второй фрукт кованого тела был на 82% созревшим. После сегодняшней практики, Чжанти предполагал, что он созреет. Помимо этого фрукта, первый фрукт, предотвращающий утечку после выздоровления, также должен был созреть сегодня. В тот момент, когда он подумал, что сегодня он сможет поглотить два фрукта, Чжанти стал очень энергичным. После воспламенения еще двух горящих точек, он сможет быть продвинут к войну ЛВ-5. Поскольку Блапий был мирным сейчас, и он получил предварительное восстановительное тело, Чжанти думал завершить это продвижение в следующем месяце или через один. Хотя это продвижение было в два раза сложнее, чем раньше, это было очень важно для Чжанти в этот момент. Если бы не было чрезвычайной ситуации, он чувствовал, что его скрытая сила железной крови может быть повышена до невидимой силы железной крови, когда он достигнет уровня 5. Контролируемой невидимой силой, его кулак железной крови и меч красной змеи будут еще более мощными. Кроме того, когда он достигнет 5го уровня, его физическая сила и потенциал были бы дополнительно усилены, что означало, что атаки метания копья будут более ужасающими. Когда Чжанти вернулся в Шевли, уже была ночь. Однако деревня была в 10 раз более шумной, чем обычно. Так как пивной карнавал был завтра, многие люди в селе Шевли начали делать факелы и праздничные фонари. Кроме того, многие дети не могли дождаться, чтобы разжечь факелы и праздничные фонари и поиграть ими. Глядя издалека, деревня Шевли была ярко освещена и наполнена народным смехом и радостными словами. Когда он вернулся в дом Ханны, она мгновенно отвела его обратно в столовую. Его удивило то, что все члены семьи Ханны смотрели на стакан пива на столе в середине столовой. Старый Харли, отец Ханны и старший брат Ханны, набожно смотрели на этот стакан пива на столе, даже не моргая. Мама Ханны и старшая невестка тоже очень нервничали. Почему они смотрят на этот стакан пива? Что происходит? Это что? Традиционная церемония, которая проходит перед праздником. Но прежде чем Джанте мог открыть рот, он увидел, что Ханна молча взглянула на него и поэтому он проглотил свои слова. Через некоторое время старый Харли, кто смотрел на этот стакан пива, вздохнул. Уже шесть минут. Пузыри все еще идут. Старший брат Ханны сказал, его глаза сияли. Пузыри вначале определенно достигли трех сантиметров. Папа Ханны добавил явно дрожащим голосом. После этого, трое мужчин обменялись взглядами с явным неконтролируемым возбуждением и экстазом. Джанте не видел ничего особенного. После того, как он тихо спросил Ханну, что происходит, она сказала ему, что для мужчин, которые ценили пиво, как свои жизни в Блапии, за последние сотни лет они уже создали ряд методов оценки качества пива. Помимо дегустации, они могли также судить о нем своими глазами. Возьмите пузыри пива как пример. Многие люди могут судить о качестве только по пузырькам и блеску. Стандартом пива высшего класса было то, что пузырьки могли подниматься на 3 сантиметра выше устья стекла и оставаться неизменными, по крайней мере 4-5 минут. После вдыхания запаха, проверки блеска и дегустации, эта длительность стала окончательной процедурой оценки его качества. Результат был супер превосходным, как и другие аспекты, поэтому все члены семьи Ханны действительно взволновались этим. Оно также выглядит отлично. Я слишком быстро выпил и не смог оценить его настоящий вкус. Я попробую еще раз. Облизывая губы, старший брат Ханны протянул руку, чтобы взять этот стакан пива со стола. Ублюдок, ты уже выпил один стакан. Отец Ханны с холодным выражением оттолкнул руку старшего брата Ханны, протягивая руку к этому стакану пива. Кашель-кашель, старый Харли дважды кашлянул. Услышав это, рука папы Ханны застыла в воздухе. Когда старый Харли собирался взять этот стакан с большой улыбкой, Ханна взяла на себя инициативу и подняла со стола стакан пива. Затем она принесла его к Джанте. Старый Харли смущенно улыбнулся, когда он отдернул руку. Попробуй. Ханна уставилась на Джанте, полной ожиданий. Джанте держал стакан и осторожно смотрел. Учитывая его блеск, стакан пива казался более прозрачным и чистым, чем то, что он пил раньше. Когда он переместил пиво близко к его губам, уникальный аромат принес чувство оживленности. Честно говоря, Джанте не нюхал такой хороший запах пива с самого рождения. В тот момент, когда золотая жидкость вошла в его рот, она чувствовалась так прекрасно, гладко и освежающе. Казалось, не имела такой горечи и терпкости, как у другого пива. Вместо этого, оно было полностью энергичным. Похоже, что каждый кусочек солнечного света был поглощен сырьем, которое затем превратилось в спирт. С помощью всего лишь глотка, Джанте влюбился в него. Хотя он не был экспертом в дегустации пива, он ясно знал, что пиво в его руке, безусловно, самое превосходное. В то время как остальные трое мужчин в комнате глотали слюну, Джанте опустошил бокал пива. После этого, он взглянул на Ханну с вопросительным выражением. Ханна слегка кивнула. Затем Джанте все сразу понял. Это пиво было приготовлено Ханной, используя мутированные дрожжи, которые он дал ей. В этот момент, Джанте был настолько потрясен, что потерял дар речи. Это пиво варили на дрожжах, которые содержали только одну треть свойств исходных дрожжей основной ауры. Что, если бы использовались оригинальные дрожжи основной ауры? Сердце Джанте сжалось, когда он вдруг вспомнил, что то, что он заварил в замке черного железа с этими дрожжами, тоже можно было пить. Сердце его свирепо забилось. Благословил ли Бог нашу Ханну быть пивной королевой этого года? Мама Ханны была так взволнована, что даже роняла слезы. Это не может быть так. Пиво, которое раньше готовила Ханна, не было таким вкусным. Поскольку она сварила его, как всегда, как она смогла приготовить такое специальное пиво. Старший брат Ханны стал сомнительным. Не может быть, я попробую еще один стакан, чтобы проверить, была ли это иллюзия только что. Никто больше не может попробовать пиво Ханны. Старый Харли мрачно взглянул на старшего брата Ханны, когда тот сразу увидел его план. Завтра, пиво победит каждого человека в Блапии. Ханна, безусловно, будет пивной королевой Блапии. Сказав это, старый Харли взглянул на Джанте и выдавил улыбку. Можешь ли ты временно сохранить секрет того, что произошло сегодня вечером ради Ханны? Джанте кивнул. Знаешь, у нас есть еще одна вещь, о чем стоит поговорить. Джанте сразу почувствовал смущение. В тот момент, когда он собирался уйти, его рука была схвачена Ханной. Будучи прямолинейной, она прямо раскрыла секрет другим членам семьи. Дедушка, тебе больше не нужно чувствовать странность. Причина, по которой мое пиво отличается от предыдущего, это из-за того, что Джанте подарил мне пакет очень особенного порошка пивных дрожжей. Немного ошеломленный, папа Ханны мгновенно выскочил из-за стола. Он не позволил Джанте уйти, вместо этого, он бросился на улицу и огляделся. Не найдя там людей, он поспешно закрыл дверь. Помимо Ханны, все в комнате сосредоточили свои блестящие глаза на Джанте, заставив его почувствовать, что он окружен стаей волков. Глава 247-1. Начало карнавала ежегодный фестиваль пива в Блапии проводится в первые выходные каждого ноября. Поскольку фестиваль пива произошел от праздника фермеров в самое неторопливое время Блапии, хотя месяц не был таким жарким, как июнь и июль, страсть людей к их любимому пиву была достаточной, чтобы зажечь весь Блапии в тот день каждый год. Даже столкнувшись с опасностью войны и как раз несколько недель назад подверглись бомбовому удару от династии Сунь, каждый дом в Блапии сегодня по-прежнему стал шумным, как огонь. Казалось, что из-за угнетения предстоящей войны люди здесь стали действительно сумасшедшими и решили полностью выпустить свои внутренние эмоции. Старый Харли сказал, что количество украшенных автомобилей из села Шевли в этом году было самым большим за последние годы. Украшенные автомобили были также красивее, чем раньше. К этому фестивалю Джанте также проявил большой интерес. С прошлой ночи, старый Харли был в 10 раз более восторженным от него, чем когда-либо прежде. Узнав, что Джанте не приготовил традиционный костюм для фестиваля пива, ранним утром он отправил Джанте полностью новый костюм. Этот правильный и достойный костюм включал в себя пеструю шляпу, украшенную красивыми перьями, обычную и красивую трость из дерева ю-юба, черное шерстяное пальто без лацканов, маленький черный жилет, шерстяной плащ, пару черных брюк, пару носков и пару коричневых круглых башмаков. Когда он оделся в эту одежду, Джанте казался очень забавным. Глядя на себя в зеркало, он чувствовал, что он гораздо более зрелый. Если бы отрастить усы, он выглядел бы как зрелый джентльмен. Поскольку ему было почти 16 лет, губы Джанте были покрыты прекрасными циановыми волосами, что сделало его нежным, как китайский лук. Джанте оценил, что этот костюм стоил старому Харли по меньшей мере 20-30 серебряных монет. Когда старый Харли послал его сюда, он даже волновался, что Джанте не примет его. После того, как Джанте принял одежду, все члены семьи старого Харли стали взволнованы. В конце концов, эти предметы были действительно тривиальными по сравнению с тем, что Джанте обещал им прошлой ночью. После того, что случилось прошлой ночью, он превратился из показного аутсайдера в уважаемого гостя семьи старого Харли. Сегодня Ханна тоже переоделась в набор прекрасной одежды. На ней было красивое платье с корсетом и открытым воротником, декор которого был украшен кружком нежного сложенного кружева. Ее плечи и грудь были украшены прямоугольной пурпурной шелковистой тканью прекрасного кружева. Конечно, в нижней части юбки был фартук, который очень впечатлил Джанте. Было сказано, что фартук изображал, что работающая женщина была прилежной. Будучи незамужней женщиной, Ханна носила красивую диадему, сотканную из камелии. В этом костюме Ханна стала более увлекательной и красивой. Джанте очень понравилось, когда она показала свою женственную фигуру и показала ее пухлые груди и зад, которые привлекали внимание мужчин. В этот момент, Джанте стоял у подоконника в своей комнате, показывая странное выражение. Казалось, он наслаждался сценой, быстро дышал, наблюдая за внутренним двором дома Ханны. Кроме Джанте, все в доме Ханны носили новую одежду. Даже старый Харли переоделся в набор чистой и приличной одежды. Джанте, ты видел Ханну? Увидев Джанте, стоящего рядом с подоконником в его комнате и лицом смотрящим во двор, старый Харли, который искал Ханну, поднял голову и спросил. Я только что видел ее там во дворе. Джанте громко ответил. Куда эта девушка исчезла? Старый Харли пробормотал внизу во дворе, прежде чем повернуться и уйти. То, что Джанте сказал сейчас, было правдой. Некоторое время назад он действительно видел Ханну во дворе, но сейчас, услышав, что Джанте говорит со старым Харли, Ханна, кто сидела внизу и прилагала все усилия, стала более возбужденной. После сильного проглатывания и нескольких плевков губы Ханны почти достигли лапка Джанте. С ритмом она слегка стонала, кроме звука зизи, произведенного от того, что член Джанте заходил в ее ротик. Казалось, что это состояние может принести ей определенное удовольствие. Поскольку она сидела на корточках перед Джанте в платье с открытым воротником, слегка приподнятой головой, она показывала красивый изгиб шеи и часть над ее ключицей. Джанте чувствовал, что Ханна была как прекрасный лебедь в этот момент. Красивый лебедь, поющий песню ради него. Джанте был очень счастлив. Примерно через 10 минут, Джанте начал сильно дрожать. Он обнял руку Ханны, а Ханна также ускорила частоту движений. Наконец, все лицо Ханны почти лежало на нижней части живота Джанте, когда она крепко держала в губах член Джанте и оставалась неподвижной. В то же время, Джанте завершил выброс в самую глубокую часть рта Ханны. Ханна проглотила все, прежде чем извлечь последнюю каплю жидкости Джанте с ее губ языком и поместить эту прирученную вещь в его штаны. Твой пояс очень красивый, он новый, я его раньше не видела. Одев брюки Джанте, Ханна заметила его новый пояс, да, новый. Джанте мог ответить только таким образом. Уже встав, Ханна коснулась красных змей, которые были встроены в пряжку пояса. Это странно, это две змеи, разве это не слишком большая пряжка для пояса? Но она очень красивая и великолепная. Плюс это странная змея, у тебя теперь есть три змеи, одна большая и две маленькие, хихи. Ты, кокетливая женщина. Джанте был немного ошеломлен, когда обнаружил, что эта женщина была еще более непристойной, чем он. Что, тебе не нравится? Ханна очаровательно посмотрела на Джанте. Мне нравится. Джанте ответил честно. Много раз в прошлом месяце, ты силой кончал в мое тело, я беспокоилась о том, что я забеременею, и неожиданно моя менструация все же прибыла вовремя. Разве я не сказал тебе, что если я не захочу, чтобы ты забеременела, ты не забеременеешь? Джанте ответил с улыбкой, так как это была таинственная функция, принесенная маленьким деревом. Только когда он хотел иметь детей, сущность, выброшенная из него, содержала самую важную энергию, которая могла породить новые жизни. Обычно, хотя сущность не отличалась от обычной, она никогда не заставит женщину забеременеть. Когда он впервые занимался любовью с Пандорой в городе Блэкхат, диалоговое окно появилось в его памяти в самый критический момент, что сделало Джанте более расслабленным и счастливым, и он мог спокойно заниматься любовью с этими девушками из ассоциации Роспозже. Это действительно сэкономило массу неприятностей для него, не позволяя женщинам забеременеть. Помимо фруктов, Джанте чувствовал, что эта функция маленького дерева была самой нужной. Через пять минут после того, как Ханна ушла, Джанте также спустился вниз, как вор. Сегодня большинство жителей села Шевли хотели пойти с автомобилями, чтобы увидеть цветочный парад и вечерний карнавал в Блэпи. Раньше, старый Харли и отец Ханны тоже хотели пойти, однако, после того, что случилось прошлой ночью, они решили остаться дома. Прошлой ночью, когда Ханна объяснила, что причина столь вкусного пива лежит в специальном порошке дрожжей, подаренном Джанте, все остальные члены семьи стали взволнованы. Конечно, качество дрожжей, используемых для ферментации пива, не могло быть оценено глазами или ртом. Тем не менее люди в Блэпи, у которых были несколько сотлетние традиции пивоварения, действительно имели свой собственный метод, чтобы проверить качество дрожжей, чтобы проверить правду слов Ханны. Старый Харли взял из ферментера небольшую половину стакана бродильной жидкости. После этого, он достал пузырек и распылил немного странного порошка из пузырька в него. Затем он слегка потрусил стакан. Через некоторое время, при виде меньшей половины стакана браги, старый Харли стал так взволнован, что его слова стали беспорядочными. О, боже, это правда, как это могло быть? Нет никакой другой анаэробности, кроме дрожжей в браге. Это действительно новые дрожжи, которых я никогда раньше не видел. После того, как Ханна объяснила это Джанте, он понял, почему старый Харли был так взволнован. В шевле, вся брага, оставшаяся от сваренного пива, была перерабатываемой. Однако время рециркуляции ограничивалось 4-5 разам. Это было бы неэффективно после рециркуляции 6-7 раз. Причина заключалась в следующем. Во время процесса ферментации пива, кроме дрожжей, была бы другая анаэробность. После каждой ферментации количество этих анаэробов увеличивалось бы. Когда количество и доля других анаэробов составляли более 20% от общего количества дрожжей в браге, пиво, сваренное, было бы плохим. Глава 247-2. Начало карнавала за долгое время. Люди в Блапе вывели ряд методов для проверки доли других анаэробов в браге для определения доступности браги. Джан Ти не знал, что старый Харли распылил в брагу, но Ханна сказала ему, что если внутри есть анаэробия, после распыления порошка, цвет браги соответственно изменится. Опытные люди могли идентифицировать долю анаэробов внутри поменяющемуся цвету. После распыления порошка, старый Харли был шокирован результатом, так как внутри браги почти не было анаэробов. Однако это явление никогда не наблюдалось в течение последних сотен лет в Блапе. После варки в первый раз содержание анаэробов внутри браги обычно увеличивается на 3-5%. Члены семьи старого Харли даже не слышали о какой-либо браге, которая не содержала бы анаэробию после того, как ее однажды использовали. Конечно, причиной были специальные дрожжи в браге. Словам Ханны сразу же поверили. Все члены семьи ясно знали, что это значит. Такая брага может быть переработана всегда. Однако это не было главным. Самое главное было то, что до тех пор, пока они не боялись неприятностей, после некоторых процедур фильтрации они могли использовать дрожжи в браге для выращивания большего количества тех же дрожжей, которые могли бы использоваться для приготовления более качественного пива. И пиво высшего качества символизировало большую честь и большую сумму денег в Блапе. Яркая дорога вдруг появилась перед членами семьи Ханны. Однако члены семьи Ханны не знали, что дрожжи полностью находятся под контролем Джанти. Поскольку это был мутированный вид из его замка черного железа, если бы Джанти не понравилось бы что-то, он мог бы блокировать и изменять некоторые из функций гена дрожжей, чтобы остановить его размножение. После съедания фрукта творца, который мог контролировать дрожжи, как только Джанти издал в его голове приказ, он мог убить все дрожжи. Перед глазами людей семьи Ханны, которые были полны желания, Джанти заключил с ними соглашение прошлой ночью, которое почти свело их с ума. Пивоваренная мастерская в доме Ханны была заперта на сегодня, а оставшаяся брага тщательно хранилась. Но даже в этом случае они все еще не успокоились, поэтому двое мужчин остались, чтобы следить за сокровищем. В Блапе ценность дрожжей, которые могли бы улучшить качество пива, может свести с ума всех. Поскольку он сегодня планировал вернуться в центр города, Джанти последовал за автомобилями и командами, чтобы отправиться в Блапе, пройдя по окольному пути. Ханна взяла свое пиво и села на ведущий автомобиль, в то время как все в селе Шевли, включая главу деревни, окружили ее, как многочисленные звезды, кружащиеся вокруг сияющей луны. Прошлой ночью, старый Харли молча позвал деревенскую главу в свой дом. Выпив бокал пива Ханны, глава деревни решил позволить Ханне представить село Шевли, чтобы побороться за эту титул пивной королевы этого года. Известие о том, что Ханна собирается конкурировать за звание пивная королева, сразу потрясло всю деревню Шевли. Поскольку Ханна не сварила слишком много пива, используя дрожжи, данной Джанти, у всех не было возможности попробовать ее пиво, чтобы проверить ее квалификацию. Но после того, как глава деревни показал тот же опыт с пузырьками публики, как то, что видел Джанти, прошлым вечером, все жители Шевли были завоеваны. Для людей в Блапии, качество пива может быть идентифицировано глазами. Когда они открыли бочонок Ханны, аромат пива почти вызвал хаос среди команды, которая вошла в Блапии. После хаоса, команда автомобилей из Шевли больше не выглядела так, словно собиралась на парад в Блапии. Вместо этого, они больше походили на армию, направляющуюся на битву, поскольку все были очень энергичны и с высоким боевым духом. Если бы действительно пивная королева появилась в селе Шевли, это было бы огромной гордостью и честью для всех жителей. В этой атмосфере, Джанти был проигнорирован другими, и был вытолкнут к концу команды. Тем не менее, он вообще не возражал. Видя счастье Ханны, будучи окруженной людьми, как если бы она была королевой, Джанти также радовался за нее. Сегодня у него было хорошее настроение. После прибытия команд украшенных автомобилей из окрестных деревень, торжественный пивной карнавал в Блапии официально стартовал в полдень. Сегодня, каждое место в Блапии было хорошо оформлено. Придорожные магазины, дома и фонарные столбы, все были покрыты цветными лентами, флагами и различными радостными символами. Первые новости, которые Джанти услышал после прибытия в центр города, были не о фестивале пива, а о войне. Вчера вечером, в отместку, храбрый дирижабль армии Железного Рога ворвался в воздушную территорию династии Сунь и сбросил две бомбы на важную материально-техническую базу блестящих перьев в городе Лацзиань, который находился в 160 км от границы двух армий. Это сильно потрясло династию Сунь и ее преобладающую армию блестящих перьев. Джанти читал новости в официальной газете Блапии. Хотя это сделало его безмолвным, это все еще очень вдохновляло. Разумеется, это может быть и пропагандистский акт, чтобы доставить такие новости в город, на который напали блестящие перья династии Сунь в день фестиваля пива. В конце концов, шпионы и диверсанты династии Сунь еще не были пойманы. Раньше Джанти собирался следовать за транспортными средствами шевли, чтобы посмотреть, как Ханна соревновалась за звание пивной королевы, но, к сожалению, вскоре после того, как он вошел в центр города, он потерял контакт с его командой автомобилей. Шумная атмосфера в Блапии из-за фестиваля пива была почти вне воображения Джанти. Прогуливаясь по улицам, он видел многих людей в праздничной одежде, окружающих командой украшенных автомобилей, которые направлялись в центр города. Эти машины прибывали со всех пригородов вокруг Блапии. Кроме того, во многих общинах и бизнес-группах в центре города, также организовывались украшенные автомобили для парада по улицам. Когда Джанти прибыл в шумное место, он увидел красивых женщин, которые показывали себя, постоянно посылая воздушные поцелуи во все стороны и бросая большое количество лепестков. Некоторые из них даже бросали маленькие безделушки, такие как саранча сотканная из пшеничных соломинок, из-за чего окружающие дети рвались, чтобы схватить их. Пивоваренные мастерские, придорожные бары и пивные отели в Блапии создали множество соревнований, в результате чего весь город стал чрезвычайно шумным. Среди различных соревнований, самым распространенным было выпить пиво в ограниченное время, в течение которого каждый мог участвовать по цене только одной серебряной монеты. У конечного победителя будет шанс выиграть бонус, кроме того, что вы сможете попробовать множество видов пива бесплатно. Джанти собирался пробиться на Гражданскую площадь, чтобы посмотреть конкурс на звание пивной королевы. Однако, поскольку площадь вокруг Гражданской площади была самым шумным местом сегодня, когда Джанти был в двух кварталах от Гражданской площади, дорога стала настолько переполненной, что он даже не мог двигаться. Даже если бы он попытался по двум другим направлениям, плотное население все еще удерживало его, как плотная стена. После толкания в течение 10 минут, Джанти все еще не сделал и 10 метров вперед. На переполненных улицах время от времени можно было слышать крики женщин, кто-то тайно касался их тел. Увидев, что происходит вокруг него, у Джанти не было другого выбора, кроме как остановиться. Если Ханна станет пивной королевой этого года, он узнает об этом ночью. Каждый год, после того, как была выбрана пивная королева, она получила бы большой бонус и имперскую корону. Пивная королева сидела бы на специальном транспортном средстве и путешествовала по Блапии. Для женщин в Блапии, пивная королева была почти самой высокой похвалой и самой блестящей честью, которую они могли получить за всю свою жизнь. Выбор пивной королевы стал началом кульминации всего фестиваля пива и карнавала Блапии. Однако согласно обычаям, пивная королева не могла быть выбрана до тех пор, пока сумерки не упадут, а факелы не загорятся. Джанти действительно хотел увидеть, как выглядела бы Ханна, когда она была бы выбрана в качестве пивной королевы. Так как эта милая девушка принесла ему столько счастья в эти дни, он надеялся, что сегодня может быть самым счастливым днем в ее жизни. Джанти не знал качества пива других женщин, поскольку он был не профессионалом пива, но увидев, что члены ее семьи, глава деревни, жители деревни Шевли, стали настолько уверены в ней, он также стал уверен в ее успехе. Глава 248. Ловушка и честь. После того, как Джанти вернулся в свою резиденцию прошлой ночью, он съел два фрукта, чтобы улучшить свою настоящую силу. Кроме того, он также посмотрел на течены фруктового дрожжевого раствора, которые он заварил в лаборатории замка черного железа. Он слишком сильно перебродил, и мастерство, которое он использовал для приготовления фруктовой дрожжевой жидкости, явно отличалось от того, которое использовалось для приготовления пива. Через месяц фрукты в растворе не были полностью разложены. Это означало, что для того, чтобы дрожжевая жидкость завершила свое окончательное брожение, потребовалось бы больше времени. Однако аромат из чана в дрожжевой жидкости уже заполнил воздух, сделав его опьяняющим. Пиво, сваренное из дрожжей, которые имели только одну треть свойств дрожжей основной ауры, было здорово пить, поэтому оригинальные дрожжи основной ауры должны быть еще более выдающимися. Что касается того, почему жидкость, ферментированная дрожжами, будет иметь так много чудесных функций, Джан Ти не мог понять из-за ограниченного знания, которое он получил с момента его рождения. Джан Ти подумал, что ему стоит сегодня снова пойти в частную библиотеку, чтобы прочитать еще несколько книг и хорошо изучить функции дрожжей, поскольку пиво, которое приготовила Ханна с помощью своих дрожжей, заставило его понять, что такие тривиальные вещи могут быть очень полезным в будущем. Парадные машины, припарковались во второй половине дня на каждой улице Блапии. Они стали мобильными киосками для продажи пива и жареного мяса. Затем Джан Ти потратил три серебряные монеты, чтобы выпить несколько бокалов пива и съесть немного жареного мяса в украшенном автомобиле в сопровождении красивых и страстных девушек Блапии, которые счастливо танцевали под мелодичную музыку скрипки. В такой шумной и счастливой атмосфере, Джан Ти действительно не хотел носить свою военную форму и возвращаться в центр оборудования 9 и столкнуться с кучей изношенных машин. Прямо сейчас он мог бы сделать что-то другое, поэтому оставив секретный сигнал в точке встречи с Белисом, Джан Ти снова пришел в библиотеку Гранта. Он оставался в поисковой области в течение двух часов. Наконец он разочаровался и ушел. Хотя про дрожжи было несколько книг, все они были связаны только с пивоварением. Никакие другие аспекты о дрожжах не упоминались в этих книгах. В такой частной библиотеке, из-за ограниченного количества книг не всегда можно было найти знания, которые ему действительно были нужны. Возможно, в прошлый раз ему действительно повезло. Выйдя из библиотеки, Джан Ти вскоре прибыл на точку встречи, где он обычно встречался с Белисом. Как и ожидалось, Белис уже был там. «Ты сегодня очень отзывчив. Я думал, что ты не увидишь моего секретного сигнала до ночи». Джан Ти неторопливо сказал Белису. «Я я ждал ваших новостей в эти дни, поэтому эти парни даже начали сомневаться в словах, которые я сказал им несколько дней назад». Белис, казалось, немного нервничал. «Если вы не появились бы в течение пары дней, я бы даже не осмелился их увидеть». «Хо-хо». Джан Ти улыбнулся. Он также чувствовал, что Белис нервничает. Тем не менее он не заботился об этом, поскольку он догадывался, что он нервничал, потому что он не мог контролировать этих ребят. «Не волнуйся, я пойду к ним сегодня. Надеюсь, они узнают меня в этом костюме». Услышав слова Джан Ти, Белис выдохнул. «Это здорово. Если вы сможете появиться перед ними, мне будет удобнее служить вам с тех пор, где они». «Некоторые из них дома, но поскольку мы часто убиваем время в бильярдной в районе Сечен, многие из них там сегодня». «Хорошо, тогда я встречу с ними». Из-за контроля за движением в Блапе сегодня, за исключением автомобилей с парада и военной техники, всем другим транспортным средствам было запрещено передвигаться по дорогам в центре города, поэтому они только могли идти в это место пешком. По сравнению с другими местами в Блапе, в округе Сечен было больше бедных людей. «Здания здесь были старыми. Было много трущоб и некоторых заводов. В этом районе также были расположены коксовые заводы и единственный металлургический завод в Блапе, так что, как можно было предположить, здесь было очень плохо». Белис вел Джан Ти через дороги в центре города. «Увидев узкие и грязные переулки, которые он проходил, и исключительно менее богатое население, которое резко контрастировало с шумной атмосферой, которую он видел раньше, Джан Ти слегка нахмурился. Многие люди выглядели глупыми, безразличными, мрачными и жестокими. «Ты обычно живешь здесь?» «Да, большинство из нас живет тут. Это самая хаотичная область, этот район Сечен в Блапе. Около 2-3 воров, лжецов, изгоев, насильников, проституток, безработных, прихвостней и наркоманов города живут здесь. Раньше многие преступники, которые были разыскиваемы Андаманским альянсом, тоже оставались здесь. Думая о той ночи, когда Белис и другие ребята пришли к нему, чтобы создать неприятности только из-за двух золотых монет, Джан Ти покачал головой. «После того, как ты будешь следовать за мной, я обещаю тебе, что ты скоро покинешь это место и получишь достойную жизнь». Джан Ти очень серьезно сказал Белису. Услышав слова Джан Ти, Белис внезапно замедлил скорость, его плечи и шеи стали жесткими. По какой-то причине, с тех пор как он вошел в этот регион, Джан Ти чувствовал, что за ним следят. Он бросал взгляд на всевозможных людей, которые молча смотрели на него из-за тусклых окон и дверей проституток, которые начали пробовать торги под придорожными лампами, прислонившись к темным углам стены в сумерках. Затем он покачал головой и выдавил насмешливую улыбку. Его одежда действительно не соответствовала этому месту, поэтому неудивительно, что он привлекает внимание других. Белис свел Джан Ти в пивной отель в тусклом переулке. В отеле был очень плохой бизнес, и только пару человек пили пиво внутри. Джан Ти заглянул в отель и ничего особенного не нашел. Бильярдная за отелем. Затем Джан Ти последовал за Белисом в бильярдную, которая была устроена, чтобы развлекать гостей отеля. Размер бильярдной комнаты был средним с 4-5 бильярдными столами внутри, но по какой-то причине никого не было внутри. Где они? Подождите здесь, пожалуйста. Эти парни, возможно, обнимают женщин наверху. Поскольку они не знают, что вы здесь, я позову их вниз. Сказал Белис, опустив голову. Джан Ти кивнул, и Белис вышел из бильярдной. По какой-то причине, Джан Ти чувствовал, что человек немного волновался, когда уходил. Еще через 10 секунд, Джан Ти нахмурился, чувствуя, что что-то не так. Кроме того, он почуял что-то кровавое. Когда лицо Джан Ти побледнело, с громким бум, стена со стороны отеля внезапно опустилась. Вся стена рухнула наружу. Прежде чем Джан Ти смог ответить, куча людей залетела внутрь со стороны разрушенной стены. В этом случае, конечно, Джан Ти инстинктивно увернулся от них. Однако эти люди казались странными, поскольку все они легли на землю после влетания внутрь. Они не залетели внутрь, а были брошены внутрь. Это были не живые люди, а куча трупов в темно-красной военной форме Нормандской империи с различными ранами на них. Странно, что их лица были знакомы Джан Ти. 15 трупов заполнили всю бильярдную комнату. Ближайший труп находился на расстоянии одного метра от Джан Ти. Лицо повернуто вверх. Джан Ти сразу узнал его. Это тот парень, который избил его и кого он убил той ночью, две недели назад. Мы нашли диверсанта в династии Сунь. Кто-то громко закричал снаружи. Вскоре после этого, многие парни с красными перчатками бросились внутрь изрухнувшей стены. С оружием в руках они немедленно окружили Джан Ти. Многие красные перчатки затем ударили по трупам на земле, окружающим стенам и изношенным бильярдным столам. Некоторые из них даже порезали себя. Ни одна из ран не смертельно. Внезапно, бильярдная в пивной гостинице, казалось, стала местом ожесточенной битвы. Красная перчатка с серебряными волосами затем медленно вышел из толпы, глядя на Джан Ти, как волк смотрящий на свою жертву. Майор Франко. Оставшиеся силы династии Сунь отказались быть пойманными, поэтому мы убили их всех, кроме одного человека. Когда мы ворвались внутрь только что, этот человек вел переговоры с этими диверсиями династии Сунь. Он передал предмет для диверсантов. После его слов, красная перчатка, имеющая ранг первого лейтенанта, нашел предмет с трупа, лежащего на земле, и отдал его майору Франке. Затем майор тщательно развернул этот предмет с пятнами крови на нем. Он взглянул на него, прежде чем взглянуть на Джан Ти с улыбкой. Этот предмет – это карта, содержащая защиту комплексной базы материально-технического обеспечения Блапи и всех материальных складов. Кто ты? Откуда у тебя есть этот предмет? Услышав это, Джан Ти знал, что он был подставлен еще раз. Яма, в которой он был, была бездонной. Ублюдок. Джан Ти яростно выругался. Пока Джан Ти был окружен группой красных перчаток, на гражданской площади Блапи, после послеобеденного соревнования, был показан окончательный результат конкурса на звание пивной королевы. Победитель сегодня растоптал всех своих соперников и завоевал всех 21 пивных дегустаторов из Ассоциации производителей пива Блапии. Сегодня на гражданской площади произошло чудо. Чудо, которое могло заставить всех 21 пивных дегустаторов проголосовать за одного и того же человека без каких-либо колебаний. Такого никогда не происходило в истории Блапии. В последние годы не было даже одной женщины, которая могла бы получить более половины голосов от всех дегустаторов и надеть корону пивной королевы Блапии. В этот момент, в центре гражданской площади, одно имя постепенно резонировало. Ханна. 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 Вначале кричали только несколько человек, но со временем, все население на площади начало повторять его, в то время как некоторые из них даже кричали громко. Граждане Блапии, пожалуйста, кричите, как хотите. Блапии в этом году еще раз получил свою пивную королеву. В этом году пивная королева – это Ханна. Она заварила величайшее пиво в истории Блапии. Она завоевала всех 21 почетных дегустаторов пива. Десятки тысяч людей начали подбадривать, в то время как многие люди из деревни Шевли были так взволнованы, что даже начали плакать. Глава 249. Вытаскивание меча Джанте знал, что он уже попал в деликатно сконструированную ловушку. При виде тех трупов, которые он убил две недели назад, хотя Джанте все еще был очень разъярен, он оставался чрезвычайно спокойным. Столкнувшись с этими иерархическими и ужасающими секретными полицейскими Нормандской империи, если он совершит одну ошибку, он исчезнет из этого мира. Хотя эти люди умерли две недели назад, они все еще были хорошо сохранены, как будто были убиты только что. Джанте не был таким глупым, чтобы спросить, как они могли бы сохранить эти трупы так хорошо, это было просто тривиальной проблемой. Танде сказал ему много способов сохранить трупы, такие как наиболее часто встречающиеся замораживания или, если что-то более сложное, массили паста. Было много методов, которые могли бы использоваться, чтобы держать трупы свежими, позволяя другим подставить его. В тот момент, когда он увидел эти трупы, Джанте немедленно понял пару вещей. Во-первых, это люди, которые сожгли склад. Они сделали это, чтобы уничтожить сцену и не дать ему заметить, что трупы исчезли, когда он вернулся, чтобы проверить их. Джанте тогда считал, что огонь был установлен другими диверсантами династии Сунь. Во-вторых, когда он убил этих людей из династии Сунь, этот процесс определенно находился под наблюдением этих людей. Они, должно быть, скрывались в темноте. Они, наверное, были свидетелями того, как он убил этих людей или поняли это в результате расследования. Поняв эти две вещи, Джанте стал более ясным. Вы, должно быть, ответственны за двух пропавших без вести солдат подразделения 21. Вы сделали это, чтобы я верил, что диверсанты династии Сунь все еще находятся в Блапе и заставили меня поверить, что они подожгли склад, чтобы уничтожить улики и устранить мои сомнения. Холодно спросил Джанте, глядя на седого майора Франку. Майор Франка щелкнул рукой, чтобы все остальные красные перчатки окружавшие Джанте вышли, оставив только его, Джанте и трупы по всей земле в этой грязной бильярдной пивной гостинице. Зрачки Джанте немедленно сузились. В этот момент он все еще осмеливался встретиться с ним один. Это означало, что этот парень был, по крайней мере, воином выше ЛВ-8 и был очень уверен в победе над ним. Джанте не считал, что этот человек, который думал о том, как подставить его так долго, не знал его выступления в лагере Железной Крови. Хотя он был воином ЛВ-4, он мог легко справиться с воинами ЛВ-6-7. Ты прав, я беру на себя ответственность за двух пропавших без вести солдат подразделения 21, чтобы заставить всех поверить, что шпионы и диверсанты династии Сунь оставались в Блапии. С учетом эффекта, это сработало. Майор Франка небрежно сказал, словно беседуя с Джанте. Тем временем, он снял свои красные перчатки и ударил их по одной ладони. Говорят, что есть разногласия между членами комитета рассмотрения порядка Нормандской империи и маршалом Лин Чинцзян. Может ли это различие во взглядах между высшими должностями действительно сделать тебя настолько бешеным, что ты убил бы солдат и подставил бы военных офицеров Нормандской империи? Джанте пристально посмотрел на майора Франку. Услышав слова Джанте, майор Франка начал смеяться, как сумасшедший. Теперь, когда ты знаешь, что мы сделали, ты должен знать нашу роль в Блапии. Хе-хех, в глазах больших фигур, маленькие фигуры, подобные нам, могут только заставить кого-то почувствовать отвращение. Мы похожи на кучу гнилого мяса, покрытого червями или рвотой, несколько нищих или грязное дерьмо. Мы были отправлены сюда, чтобы кто-то нахмурился, потерял аппетит или несколько раз потерял настроение при виде нас. Знаешь ли ты, как мы чувствуем, когда к нам относятся как к червям, гнилому мясу, дерьму и рвоте? Ты никогда не узнаешь. Лицо майора Франки слегка скривилось. Чтобы избавиться от такой жизни и легко выбросить кучу таких людей, как я, как будто очищая рвоту, это мелочи убить двух солдат и подставить военного офицера. Под смехом и волчьими глазами майора Франки, Джанте увидел угнетенные амбиции, безумие и страшного человека. То есть, с самого начала, те шпионы династии Сунь находились под вашим наблюдением. Хе-хе умный. Майор Франка почесал большим пальцем и безымянным пальцем, делая хрустящий звук, прежде чем указал на те трупы, лежащие на земле. Вскоре после того, как я приехал в Блапии, у меня были четкие следы этих мышей и отморозков. Раньше я просто ждал, когда они нанесут достаточный урон, прежде чем поймать их, чтобы удовлетворить начальника, который отправил меня в Блапии. Эти мыши и отморозки были очень дальнозоркими, поскольку они поймали первого лейтенанта отдела логистики, чтобы заставить тебя провести их в базу логистики Блапии, чтобы нанести там большой урон. Это была действительно отличная идея. Я действительно надеялся, что им удастся, к сожалению, вне моих ожиданий, ты убил их всех и уничтожил мой план. Тем не менее это было также хорошо, поскольку я нашел в тебе что-то более ценное. Майор Франко облизнул губы, жадно глядя на Джанти. Чего ты хочешь от меня? Холодно спросил Джанти. Не получить, а выторговать. Сказал майор Франко, полной уверенности. Если ты расскажешь мне свою тайну, я забуду, что здесь произошло сегодня. Никто тебя не увидит здесь. Ты по-прежнему будешь первым лейтенантом армии железного рога и будешь наслаждаться жизнью, занимаясь любовью с любовницей в Блапии и продолжать наслаждаться твоим женским превосходством. Майор Франко даже сказал название оружия, которое Джанти когда-то использовал на поле битвы. Какой секрет? Сердце Джанти внезапно начало биться быстрее. Хо-хо, не нервничай, я знаю, что ты очень нервничаешь. У тебя слишком много секретов. Например, как ты убил этих людей, прежде чем они смогли среагировать. Как ты внезапно сформировал скрытую силу железной крови. Почему ты не боишься синего мороза? Как ты смог стать страшным, могущественным солдатом из обычного ученика в городе Блэкхот всего за несколько месяцев? Майор Франко вздохнул, а голос и глаза стали нежными. Вообще-то, я тоже хочу быть таким, как ты. Если бы у меня были твои способности, я мог бы избавиться от своей жизни, считающейся рвотой. Ты можешь мне помочь? Джанти знал, что бесполезно объяснять, что он был поражен молнией. Этот человек подставил его ради секрета, который мог бы сделать его настолько сильным. Все, что произошло сегодня, произошло от амбиции и жадности этого человека. Что, если я не скажу тебе? Хе-хе, те люди, которые послали меня сюда, были бы заинтересованы в молодом военном офицере из армии Железного Рога, который предал Нормандскую империю. Майор Франко серьезно посмотрел на Джанти. Готов поспорить, ты не знаешь, как комитет рассмотрения порядка и тайная полиция Нормандской империи разбираются с предателями. Ты, члены твоей семьи, даже твои друзья будут сожалеть о том, что попали в этот мир. Даже если ты создал боевую ци железной крови, никто не сможет тебя спасти. Даже армия Железного Рога, Лин Чин Цзян и особая традиция защиты церкви боевого бога не сможет спасти тебя. Кроме того, ты всего лишь тривиальный первый лейтенант, который только создал скрытую силу железной крови. Джанти опустил голову. Было очень странно, что он совсем не чувствовал себя разъяренным. По некоторым причинам, услышав слова майора Франки, он только вспомнил сцену в школе несколько месяцев назад. В тот день он просто сидел под деревом. Затем некоторые парни подошли к нему и бросили несколько обеденных тарелок, игнорируя, откажется ли он или нет. Иногда жизнь была такой. Вы просто сидели под деревом и наблюдали за небом, когда некоторые ублюдки решили, что над вами легко издеваться и бросают перед вами обеденные тарелки, позволяя вам сделать выбор между унижением и болью. Сегодня, тот человек, который бросил кучу грязных обеденных тарелок перед ним, стал кем-то из секретной полиции Нормандской империи, седой майор Франко. Тот же выбор был поставлен перед Джанте. Франко подумал, что это выбор. Тем не менее, это был не выбор для Джанте, поскольку оба пути были тупиками. Подняв голову, Джанте посмотрел на майора Франку. Хотя ты уже много сказал, только одно предложение правильное. Какое предложение? Ты действительно отвратительный. Было действительно правильно отправить тебя сюда в Блапии. Джанте спокойно сказал. Лицо майора Франки сразу посинело от злости. Ты принял решение? Знаешь ли ты последствия, отвергая меня сейчас? Майор Франко с яростью смотрел на Джанте, с глазами, похожими на иглы. Он хотел продолжить, но Джанте улыбнулся. Последствия? Их нет. Ты просто маленький майор, маленькая фигура в глазах больших фигур. Возможно, у меня действительно есть секреты, но кто ты? Ты не способен торговать со мной. Ты думаешь, что наступила твоя очередь быть непревзойденным в северной пограничной армии Нормандской империи? Ты думаешь, тайная полиция может легко подставить офицера Нормандской империи, который выиграл медаль «Железная кровь», только словами. Ты хочешь поторговаться со мной? Спросил майор Франко, глядя на Джанте, и показал презрительную улыбку на его синим лице, в котором также было смешанное ощущение бдительности. У меня нет другого выбора, но у меня есть один путь. Какой путь? Кровавый путь. Джанте вытащил меч. Глава 251. Кровавый путь жизни каждого человека обычно складывалась из случайностей. Возьмите случай, когда Белис подставил его, как пример. Джанте не думал, что сегодня он встретит что-то подобное. После деликатной организации этой ловушки, майор Франко не подумал бы, что Джанте решится и сможет сопротивляться. Раньше Франко сделал обзор Джанте. Он сделал много подготовок, чтобы ответить на способность Джанте, которая заставила 15 человек потерять силы, чтобы сопротивляться. Однако майор Франко не представлял, что Джанте полностью восстановился. Джанте напал на него не ядом, таинственным знанием, а чистыми боевыми навыками. В тот момент, когда Джанте начал атаку, лицо майора Франки слегка побледнело. Хотя с такими острыми глазами, как у Волка, этот майор секретной полиции начал чувствовать, что то, что произошло сегодня, превосходит его ожидания и становится неуправляемым. Согласно его плану, у Джанте были только два выбора. Либо пойти на компромисс, либо быть упрямым и чтобы его поймали силой. После ареста Джанте, он бы быстро увез его из Блапии, чтобы покрыть тот факт, что он совершил преступление. Пока Джанте был в его руках, конечно, у Франки был способ заставить Джанте быть послушным. В конце концов, Джанте был всего лишь 15-летним несовершеннолетним, что был сродни калеке. Если нет, то почему бы эти мыши и отморозки династии Сунь нацелились бы на него? Майор Франко знал, что Джанте в настоящее время отпускает червей. Он также знал его отмазку. Хотя он считал это странным, оправдание было разумным. Однако он не представлял, что Джанте полностью восстановил свою боевую эффективность. Кроме того, Джанте даже продвинулся к предварительному восстановительному телу, а также съел два фрукта кованого тела и один фрукт, предотвращающий утечку. В этот момент, Джанте не только полностью восстановил свою боевую эффективность, но его выступление, несомненно, превзойдет то, когда он был в лагере железной крови. Майор Франко находился в двух метрах от Джанте, между ними был бильярдный стол. В тот момент, когда Джанте вытащил свой меч красной змеи, острые цемеча и наконечник меча уже прошли двухметровое пространство, как длинное копье, и бросились в горло майора Франки. Теперь, когда он начал атаку, Джанте никогда не оставил бы его в живых. Он никогда не заботится о его статусе, даже будучи частью секретной полиции. Как на поле битвы, он определенно был бы хладнокровным и не тратил бы времени. «Если я жив, я убью тебя». Однако, будучи майором секретной полиции, Франко определенно не был обычным. Долгое время он был на стороже, и он немедленно ответил. Почти в тот момент, когда он увидел цемеча, он уже отошел назад, наклонив его тело назад. Конечно, меч двигался быстрее, чем он. Когда майор Франко почувствовал острые цы, атакующие его горло, у него не было другого выбора, кроме как склонить голову в сторону. Сразу же капна седых волос полетела по ветру. Лицо майора Франки сразу же побледнело. Если бы он двигался медленнее только что, он бы сейчас потерял свою жизнь. Боевая эффективность Джанте была действительно ужасающей. Однако в эту долю секунды, майор Франко уже вынул свое оружие, пару стальных когтей. Майор Франко поймал тонкое лезвие меча красной змеи его стальным когтем. Однако как только он поймал его, ему показалось, что он поймал скручивающую и гладкую шею змеи. Она подпрыгнула к нему, а майор Франко поймал ее другим стальным когтем. В то же время, тело супердлинного меча искривилось и к нему. Не имея больше рук, майор Франко мог только отпустить и снова отойти. На этот раз лезвие меча коснулось его лица, и он почувствовал, как холодный ветерок прошелся по его лицу. Когда он отошел примерно на 5 метров от Джанте, майор Франко почувствовал влажность на лице. Он коснулся его и обнаружил, что на его лице была рана, длиною в палец. В доли секунды, его острые глаза стали кровавыми. Красные перчатки снова ворвались, как прилив. Убейте его. Майор Франко указал на Джанте, и без колебаний произнес свой приказ. К тому времени, он ясно знал, что если он не сможет убить Джанте здесь и сейчас, он сбежит. И если бы это произошло, все это было бы полностью вне его контроля. С того момента, как Джанте начал атаковать, у майора Франки было плохое чувство. Последние слова Джанте были очень правильными. Было ли это в Северной пограничной армии или в Нормандской империи, хотя иногда у него были преимущества, но никогда не было его очереди быть номером один. Джанте был военным офицером, а он был частью секретной полиции. Если бы тайная полиция хотела подставить военного офицера, который выиграл медаль «Железная кровь» как предателя, это было бы возможно, только если бы его поймали на месте происшествия. Видя, как майор Франко пострадал от маленькой раны, столкнувшись с его двумя роковыми движениями, Джанте чувствовал себя немного жалким, поскольку те движения были теми, что он понял после нескольких дней практики с мечом красной змеи. Первым роковым шагом был удар мечом, а второй – трехсекционная атака. Они оба были фатальными шагами. За долю секунды Джанте понял, что реальная сила майора Франки определенно выше его собственной. Поскольку его лучшие ходы могут причинить ему только небольшие раны, было бы нелегко снова ранить его. Увидев, что они начали сражаться, другие красные перчатки снова бросились вперед, а передние держали черный цилиндр. Услышав приказ майора Франки, один из красных перчаток, стоящих спереди, сразу же поставил цилиндр, направляя его в сторону Джанте. После громкого бум в Джанте полетела огромная сеть. Черт, это была очередь Джанте, чтобы показать удивление. С перекатыванием он переместился под бильярдный стол. Почти в то же время, огромная сеть покрыла место, где стоял Джанте, прежде чем некоторые стальные гвозди на боках сетки сразу приземлились на землю. Перед тем, как другие люди смогли выстрелить свои сети, глаза красных перчаток выскочили, поскольку бильярдный стол весом 300-400 кг был поднят с земли и полетел к ним, как горотай. Они поспешно увернулись от него. Вскоре после этого, Джанте выскочил из-за бильярдного стола. Со звуком чилицы меча красная змея вышла из его руки и сразу же пролетела через узкое пространство, как духовная змея. Почти в то же время, головы некоторых красных перчаток улетели, свежая кровь вырвалась на один метр в высоту. Тем временем Джанте бросился к двери. «Остановите его!» – громко крикнул майор Франко, бросаясь к нему. Услышав приказ, еще несколько красных перчаток помчали к Джанте. Однако прежде чем их оружие коснулось его тени, трехметровое лезвие меча красной змеи проскользнуло сквозь их тела и руки. Почти в то же время, красные перчатки выпустили жалкие крики. Теперь еще две руки лежали на земле, и несколько красных перчаток, раны которых теперь были длиннее одного метра в общей сложности, катились по полу. Когда Джанте собирался броситься через дверь, в комнату ворвалась очередная партия красных перчаток. В мгновение ока из-образной змеевидной цемича проплыл через узкий проход, и он сразу же стал кровавой полосой. В это время, майор Франко приблизился к Джанте, сократив в цемича, меч красной змеи сразу превратился в короткий меч. В тот момент, когда Джанте столкнулся его коротким мечом со странным стальным когтем майора Франки, он почувствовал странную, но знакомую силу, которая была передана от его меча в его руку. Через несколько секунд, рука Джанте была ранена. Казалось, это было похоже на скрытую силу железной крови. Но оно обладало большей силой, чем у скрытой силы железной крови, оно обладало женским чувством и было более агрессивным. Непобедимая сила железной крови, мысль промелькнула в голове Джанте. Майор Франко ухмыльнулся. Ты думал, что только те парни из лагеря железной крови могут использовать навык кулака железной крови? Сказав это, майор Франко не прекратил атаковать, и два человека испытали два раунда боевых столкновений в течение секунды. Наконец, стальные когти майора Франки прорвались сквозь защиту Джанте, и его ударил майор Франко, после чего он снова улетел в воздух. Вырвав полный рот свежей крови на своем пути, Джанте снова был ранен. Черт возьми, этот парень также практикует навык кулака железной крови. Он даже сформировал непобедимую силу. Возможно, этот парень не смог сформировать боевую ци железной крови, и он стал практиковаться в других боевых ци. Тем не менее, он все еще мощный противник. Хуже всего то, что этот парень уже лв-8, что делает его подавляющим. Глава 252. Кровавый путь Джанте знал, что хотя другие красные перчатки не могут победить его, он не мог победить майора Франко в этот момент. По крайней мере, особенно в этом узком пространстве, где он не мог использовать всю силу своих сильных сторон. Когда Джанте упал на землю, он схватил бильярдный стол около себя и бросил его в майора Франко. Тем не менее, перед тем, как бильярдный стол, сделанный из гранита и покрытый выцветшей зеленой тканью, достиг майора Франко, он был разбит на кусочки. Но Джанте уже выиграл драгоценное время, чтобы убежать. Он быстро отступил и силой сделал х-образную отметку глубоко в стене позади него, используя свой меч красной змеи. После этого, Джанте использовал свои силы, чтобы яростно удариться о стену, прям как он практиковал навык железного тела спины медведя. Когда майор Франко завыл, и его выражение стало яростным, Джанте прорвался сквозь стену. Остальная тайная полиция, которая окружала этот пивной отель, казалось, не представляла, что кто-то сможет вырваться наружу через стену. Когда Джанте вырвался, ближайшая красная перчатка находилась в двух метрах от него. К тому времени, когда он повернул голову, Джанте уже бросился вперед, как безумный тигр. Прежде чем он прибыл к нему и остальной тайной полиции на улицу, цемича красной змеи достигла более десяти человек. В мгновение ока было запущено более десять голов в воздух. В результате чего, красные перчатки были сильно ослаблены. Самая высокая боевая эффективность этих обычных секретных полицейских была равна обычным солдатам блестящих перьев. Как они могли сдержать Джанте, кто сошел с ума? Через секунду он уже сломал первое окружение. Несмотря на то, что секретная полиция, стоявшая на высоких точках, стреляла в него из своих арбалетов, Джанте схватил человека рядом с ним и использовал его в качестве щита. Затем до того, как был запущен второй раунд болтов и майор Франко мог выбежать из пивной гостиницы, Джанте находился в более чем двадцать метрах от отеля. Когда он ушел, Джанте увидел, что труп Белиса лежал на земле за пределами пивной гостиницы и выругался внутри. «Ты идиот!» «Ты думал, что сможешь выжить, когда ты вовлек себя в подставу военного офицера Нормандской империи. Поймайте его!» Вся тайная полиция побежала за Джанте вместе с майором Франкой, что стиснул зубы. Только сейчас майор Франко понял, что он забыл один из самых важных факторов в отношении Джанте – его скорость бега. Хотя майор Франко, очевидно, бежал быстрее, чем большая часть секретной полиции, скорость бега Джанте была потрясающей. Несмотря на то, что он был ранен, расстояние между майором Франко и им все еще становилось все больше. Тем не менее это не было тем, что беспокоило майора Франко больше всего, что его беспокоило больше всего – это то, что когда Джанте пробежал несколько сотен метров и подошел к центру города, он не бежал к менее населенному месту, вместо этого он побежал к самому населенному месту. В этом районе было много людей, которые праздновали пивной карнавал. В это время, большинство людей уже зажгли свои факелы. Поскольку пивная королева этого года была выбрана, когда придут сумерки, начнется великий карнавал. Многие люди ждали проезжающей мимо машины королевы пива. Майор Франко из тайной полиции «Предатель» он убил двух пропавших без вести солдат дивизии 21 и подставил военного офицера отдела материально-технического снабжения армии «Железного рога». Джанте продолжал бежать, и он громко кричал, как супервеликая труба, которую все слышали на проспекте. Майор Франко, кто пристально следовал за ним, был настолько взбешен, что чуть не вырвал кровью. Этот метод был определенно более смертоносным, чем порез на его лице. В этот момент, хотя он мог убить Джанте сразу, после того как эти слова были сказаны, было бы невозможно, чтобы армия «Железного рога» не могла ответить на это событие. Когда люди на проспекте услышали ужасные слова Джанте, все они были ошеломлены. Но прежде чем они смогли ответить, большое количество тайной полиции с оружием в руках следовало за майором Франко, и весь проспект впал в хаос. Наблюдая за тем, как Джанте исчезает в раздутой толпе, майор Франко сразу же остановился, его лицо стало очень бледным и уродливым. Это было абсолютно вне его ожиданий. В этот момент не только майор Франко, но и другие тайные полицейские, следовавшие за ним, искривились. Они знали, каков был результат. То, что они сделали, стало известно общественности. Никто не заметил, что пальцы майора Франки не могли не дрожать слегка. Человек позади него проглотил свою слюну и понизил голос, чтобы спросить. Майор Франко. Майор Франко стиснул зубы. Свяжитесь со штаб-квартирой прямо сейчас. Когда мы выполняли миссию в Блапе, мы обнаружили, что первый лейтенант Джанте из отдела материально-технического снабжения армии Железного Рога был предателем. После того, как он был обнаружен, он отказался быть арестованным нашими силами. Он даже убил офицеров секретной полиции и подстрекал армию Железного Рога в Блапе, чтобы ненавидеть тайную полицию Нормандской империи, распространяя слухи. Теперь Джанте в бегах. Я прошу штаб-квартиру предоставить приказ класса А, чтобы арестовать Джанте. Поскольку Блапе находится в крайней опасности, в случае ненужного конфликта с местными солдатами армии Железного Рога, нам нужно уйти прямо сейчас. Спустя час в кабинете министра штаб-квартиры отдела материально-технического снабжения армии Железного Рога в Блапе, генерал Геты ударил стол, вызвав громкий звук в офисе. Где эти ублюдки? Где майор Франко? Где они? Известие заставило генерала Геты так рассердиться, что его лицо покраснело, и его усы поднялись. Когда полковник Бах из подразделения 21 получил известие и повел солдат на базу дирижаблей, чтобы остановить тайную полицию, майор Франко уже улетел из Блапе вместе с другими тайными полицейскими, давая чувство, как будто они убегают. Теперь солдаты дивизии 21 очень разъярены. Где этот первый лейтенант? Мы не нашли первого лейтенанта Джанти. По словам свидетелей, он мог быть ранен. В тот момент его преследовали тайные полицейские. Было сказано, что он предатель. Чепуха. Может ли офицер, которому была вручена медаль «Железная кровь», быть предателем? Вызовите первого лейтенанта Джанти прямо сейчас. Попросите его объяснить это. Между тем, обратитесь в штаб-квартиру, чтобы предупредить воздушной десантармии Железного Рога, чтобы перехватить этих ублюдков в воздухе. Я хочу, чтобы все они были арестованы и допрошены один за другим. Если эти ублюдки действительно осмелились сделать это в Блапии, я на этот раз сниму их кожу. Да, сэр. В эту ночь в Блапии было не так спокойно. За всю ночь Джанти не был найден, но дирижабль майора Франки был найден в 190 кайм от Блапии в долине на северо-востоке. Он был сильно разрушен, и вся тайная полиция умерла, кроме майора Франки. Согласно расследованию, до того как воздушный корабль разбился, все жертвы были отравлены. В тот же день в Нарденбурге, столице северной границы Нормандской империи, одновременно были отданы два приказа на арест. Один из северной пограничной армии Нормандской империи, другой был из комитета рассмотрения порядка северной границы Нормандской империи. Изображение майора Франки появилось на первом приказе на арест, а изображение первого лейтенанта Джанти появилось во втором. Их разыскивали одновременно. По совпадению, преступления в двух приказах на арест были одинаковыми, убийства. Один убил двух пропавших солдат Нормандской империи и сбежал, а другой убил тайную полицию Нормандской империи и сбежал. Однако обвинение в предательстве не фигурировало ни в одном из приказов на арест. Несмотря на то, что большие фигуры в Норденбурге поссорились, они пошли на компромисс. В тот же день в Блапи прибыл серебряный дирижабль и парил в воздухе в течение двух дней, прежде чем тихо улетел. Глава 251. Старьевщики в военной зоне была зима. Город Форги был покрыт густым туманом перед восходом солнца, довольно долгое время, из-за близости к реке. Джан Те проснулся после очередного долгого сна утром, обнаружив, что все раны, вызванные майором Франкой, когда он убегал от Блапи, полностью выздоровели. Из-за эффекта двойного восстановления его предварительного восстановительного тела, хотя он чувствовал себя немного неудобно, когда он ложился спать прошлой ночью. Этим утром он чувствовал, что его тело было таким же, как обычно. Впервые Джан Те понял, что его предварительное восстановительное тело чрезвычайно могущественно. Это был четвертый день с тех пор, как Джан Те покинул Блапи. Каждое утро этот небольшой городок, называемый Форги, был покрыт густым туманом. Он находился в 120 КМ к югу от Блапи и был частью зоны войны в Калуре, где армия железного рога сражалась с армией блестящих перьев. Четвертая часть зданий в маленьком городке была разрушена войной. Во многих местах были обнаружены следы обгорания от белых фосфористых гель-бомб. Хотя оставшиеся три четверти зданий были хорошо сохранены, все жители города давно сбежали, никого не оставляя. Тут было так же пустынно, как в городе-призраке. И он стал подходящим местом для восстановления Джан Те. Сегодня большое количество солдат армии железного рога искали Джан Те по всему Блапи, но никто не мог себе представить, что в ту ночь Джан Те продолжал бежать в течение трех часов и спрятался в горах и холмах военной зоны Калура. На второй день, немного поправившись, Джан Те нашел маленький пустой город на берегу реки. Затем он нашел там дом и устроился, прежде чем отдохнуть, чтобы восстановиться. Через четыре дня, только четыре дня, раны, причиненные майором Франкой, полностью исчезли. В эти дни, Джан Те не имел никакого контакта с внешним миром, поэтому, конечно, он не знал, что произошло. Он не мог себе представить, что на следующий день после того, как он покинул Блапи, дирижа близ дворца Хуайань клана Джан прибыл в Блапи. Он также не мог догадаться, что в тот же день майор Франка, который его подставил, стал разыскиваемым человеком военной армии Нормандской империи и стал преступником, подобным Джан Те. С того момента, как он вытащил свой меч в пивной гостинице, Джан Те подготовился к этой ситуации. Тогда он мог выбрать только одно – быть убитым или убивать других. К сожалению, его противники не были ни обычными парнями, ни солдатами династии Сунь, чья смерть могла помочь ему получить медаль «Железная кровь». Они были из самого мощного агентства в Нормандской империи и работали в качестве сотрудников правоохранительных органов. Хотя в истории человечества всегда было много правоохранительных органов, и сами правоохранительные органы были отвратительными преступниками и отморозками, когда с ним случилось что-то подобное, Джан Те начал понимать, почему те герои были вынуждены быть бандитами на горе Линшань. Кроме того, даже если он был офицером Нормандской империи, он все еще не мог объясниться другим. Это событие произошло от жадности того, кто обнаружил немного его тайны. Если он не раскроет тайну Замка Черного Железа публике, он не сможет объяснить это вообще. Таким образом, он мог убежать только как убийца. Единственное, что он мог сделать, прежде чем убежать, это взболтать воду. Армия Железного Рога обеспечила бы безопасность членов его семьи в городе Блэкхат, прежде чем тайная полиция поймала бы его и подтвердила, что он предатель. Если он будет в безопасности, члены его семьи будут в безопасности. Если его секрет не будет открыт для публики, его члены семьи были бы в безопасности. Вот почему Джанти решил покончить с тайной полицией в пивной гостинице. Он знал, что, кроме него самого, любой, кто узнал бы или получил его Замок Черного Железа, мог бы немедленно убить его членов семьи в случае возможных опасностей. В эти несколько дней, поскольку он не знал, что произошло во внешнем мире, Джанти был очень обеспокоен безопасностью членов его семьи в городе Блэкхат. Несмотря на то, что в эти дни он восстанавливался, Джанти всегда беспокоился о членах своей семьи. Единственное, что утешило его, было то, что в эти дни он получил новый сияющий фрукт. Хотя не все из десятков секретных полицейских убитых им были плохими парнями, поскольку они просто следовали приказам, среди них были действительно большие отморозки, которые, несомненно, были лучшим питанием для сияющего фрукта. После съедания нового сияющего фрукта духовная энергия Джанти увеличилась на 4 очка. По сравнению с предыдущим, духовная энергия Джанти достигла теперь 62-63. Если бы такая скорость была открыта для публики, это определенно было бы поразительно. После очередного повышения его духовной энергии, Джанти почувствовал, что его чувства стали еще более острыми, чем прежде, и он мог выполнять 4 арифметических операции с двумя абаками в своем уме, быстрее и гибче. Поскольку он полностью выздоровел, Джанти быстро начал действовать после пробуждения. На этот раз он был более насторожен. Перед тем, как покинуть эту комнату, он вошел в замок Черного железа и поменял внешний вид и одежду. Несколькими минутами позже, среднестатистический 20-летний китайский юноша, кто убил Самиру, незаметно вышел из заброшенной комнаты в городе Форге. Для Джанти, самое срочное дело, найти новости. После этого, он найдет возможность вернуться в город Блэкхат и перевести членов своей семьи. Они больше не могли оставаться в Нормандской империи. Он должен был переместить членов семьи в страну, в которой преобладали китайцы на юго-востоке от коридора человеческих кланов Блэксона. Он должен был перевести своих членов семьи на Восточный континент до Третьей Священной войны между людьми и демонами в любом случае. Джанти аккуратно шел по маленькому городу, покрытому густым туманом. Там пахло освежающе, холодно и чисто. С каждым глотком дыхания, Джанти чувствовал, что его легкие и грудь были вымыты. В эти дни, по его наблюдениям, помимо двух команд разведчиков с обеих сторон, здесь не было более 100 человек. Однако поскольку это место находилось в зоне военных действий, Джанти должен был быть осторожным. Имея опыт борьбы здесь, он хорошо знал, что чем безопаснее место казалось, тем более опасным оно было. Многие люди могли прятаться в темном месте, нацеливаясь на вас своими арбалетами. В этот момент, Джанти не хотел больше ни с кем сражаться. Но прежде чем он успел выйти из маленького городка, впереди раздалась серия шагов. По звукам, Джанти оценил, что их было не менее 10 человек. При виде открытой двери сбоку, он залетел в комнату, одновременно вытаскивая кинжал. Джанти прибыл на кухню этого заброшенного дома и стал рядом с окном, слушая и наблюдая за происходящим на улице. Беспорядочные шаги звучали так, как будто они принадлежали к группе бегущих солдат, которые приближались к нему. Поскольку на кухне, примыкавшей к двору этого дома, была небольшая дверь, Джанти решил спрятаться здесь. В экстренном случае, он мог избежать быть окруженным и убежать через эту маленькую дверь. Незнакомец вскоре прибыл к этому дому в густом тумане, Что удивило Джанти, так это то, что они не были убегающими солдатами, а группой фигур со всяким багажом и мешками. Они не были нищими, беженцами или разбойниками. Осте, Бин, Гайр, Джерри, вы возьмите кого-то, чтобы обыскать этот дом. Держите глаза открытыми, не пропустите хорошие вещи. Многие дома здесь принадлежали богатым лордам из центра, которые приходили в горы осенью, чтобы охотиться. Когда они возвращались домой, они всегда оставляли предметы, которые они считали неважными, особенно те, что на кухне и в подвале. Если кто-то найдет пищу, мы сможем наесться вдоволь. После этого приказа, несколько человек залетело в дома по обе стороны дороги. Около 7-8 человек бросились в дом, в котором прятался Джанти. В тот момент, когда они вошли, они начали переворачивать все предметы. Через мгновение, пустой дом выглядел, как будто он пострадал от чумы саранчи, очищенной этими людьми. Ха, посмотри, что у меня есть, серебряный подсвечник, кто-то начал радостно кричать в гостиной за кухней. Бьюсь об заклад, бывший владелец этого дома был с крягой. Только те парни, которые были с крягами, но притворялись богатыми, купили бы этот дешевый поддельный предмет. Этот предмет стоит как минимум 10 медных монет в калуре, кому-то он понравится, первый голос все еще казался счастливым. По крайней мере, мы сможем обменять его на буханку бурого хлеба. Вы двое отправляетесь на кухню, сказал другой голос. Услышав постепенно приближающиеся шаги, сердце Джанти участилось, и он убрал свой кинжал, сделав два кашля. Как только он кашлянул, весь дом стал тихим. Джанти вышел из кухни и увидел 7 человек в гостиной, которые смотрели на кухню. Когда они увидели Джанти, все выдохнули. Ха, ты был здесь раньше, чем мы, ты действительно храбрый, что сказал босс. Ранние птицы получают червей. Парень, державший подсвечник, с удовольствием помахал им перед Джанти. Прошу прощения, хотя ты пришел сюда первым, я нашел его первым, так что это мое. Когда этот человек говорил, все остальные ребята сжали кулаки, издавая звуки гажи, гажи. В то же время, они ожесточенно посмотрели на Джанти, казалось бы, указывая, что если он осмелится задать какие-либо вопросы о том, кому принадлежит подсвечник, покрытый пылью, они не прочь избить его и сказать ему, что такое сила в количестве. Глава 252. В возвращении в Калур во второй половине дня, Джанти последовал за командой мусорщиков и вошел в контрольную зону города Калур. Было немного иронично, когда Джанти прибыл в военную зону Калура в последний раз в качестве военного офицера Нормандской империи, у него даже не было возможности насладиться видом города, прежде чем покинуть его. На этот раз, только через короткий период, он снова приехал сюда как преступник. То, что Джанти увидел по дороге из пустынного города Фарги в контрольный район Калура, принесло ему более конкретное чувство войны между династией Суни Нормандской империей. Чем ближе он добрался к городу Калур, тем более серьезными становились столкновения между династией Суни Нормандской империей. Судя по базам, крепостям и укреплениям двух сил, построенные вокруг Калура, было ясно, что эта война, в которой участвовали сотни тысяч солдат, была обречена на долговременную конкуренцию. Джанти понял эту текущую ситуацию в регионе Калура, основываясь на новостях, которые он получил от мусорщиков, и о том, что он видел и слышал в армии. Помимо династии Суни Нормандской империи, в регионе Калур была еще одна сторона, которая говорила об этой войне. Калур – город машины, производственный центр андаманского альянса и жир, вызвавший войну между жестоким тигром и голодным волком. Причиной того, что он может стать жиром в глазах династии Суни Нормандской империи, было то, что он был квалифицирован и имел преимущество быть куском жира. По сравнению с городом Блекхат, развивающимся городом, который имел только историю десятков лет, Калур имел более чем 200-летнюю историю, что означало богатое накопление ресурсов во всех аспектах. Население, процветание, производственная сила, создание армии, фактическая власть и контрольная зона этого города – все заняли первое место в андаманском союзе. Даже сейчас у Калура по-прежнему была регулярная армия почти в 80.000 солдат плюс высокая городская стена и ужасающие оружие обороны города, которым город управлял последние 200 лет. Такая сила способна определить результат этой войны. В тот момент, когда Чжан Те прибыл в фактическую зону управления города Калур, он был потрясен процветанием здесь. Он даже не смог увидеть городскую стену в пределах 10 с лишним километров. Его глаза были заблокированы огромными дымоходами, которые были такими же плотными, как деревья в лесу. Эти дымоходы выходили из заводов в контролируемой зоне, которые уже сформировали широкую индустриальную зону. Многие заводы были даже соединены путями, свисающими в воздухе и различными тоннелями разного размера. Под зимним солнечным светом, черный дым, извергающийся из дымоходов, почти окрасил все небо темно-серым. Заводы по-прежнему производят различные предметы, вообще не показывая признаков депрессии. То, что видел Чжан Те прямо сейчас было лишь углом фактической контрольной зоны, когда он стоял на севере. Здесь Чжан Те чувствовал силу промышленного развития. Хотя люди внутри этих заводов все еще были заняты работой, за пределами заводов сотни тысяч беженцев выливались из окрестностей из-за войны, в результате чего, вся область стала немного хаотичной. Прогуливаясь по улицам, Чжан Те мог видеть потрепанных и измученных беженцев, стоящих в очереди за пределами пунктов найма заводов, в то время как больше мужчин и женщин поднимали доски на обочине дороги, на которых были написаны. Я портной, я хочу работать за еду. В относительно свободных местах на обочине, беженцы построили свои палатки. Детские крики выходили изнутри многих палаток. На относительно лучшей и чистой стене, рядом с дорогой были наклеены различные бумажные ленты и фотографии для поиска родственников. Поскольку это был первый раз, когда Чжан Те был здесь, он не хотел привлекать к себе внимание и поэтому настаивал на том, чтобы больше видеть и меньше говорить. Он опустил голову и нес свои вещи, следуя за другими мусорщиками. Только когда команда прибыла в контрольную зону города Калур, глава Фред выпустил вздох и положил обратно свой синий-зеленый флаг. По дороге сюда, Чжан Те узнал много легенд. В последние месяцы, многие неудачники не вернулись после входа в зону военных действий. Были мусорщики, которые действительно сделали целое состояние, открыв некоторые предметы, которые не были забраны другими в некоторых пустынных городах или деревнях. Некоторые даже находили какую-то ценную добычу, такую как отличное оружие или золотые монеты из трупов после битв, где столкнулись две армии. И некоторые неудачливые парни также потеряли свою жизнь. Вы видели мою дочь? Моя дочь Селена, вот ее фото. Она сказала, что она пойдет в школу утром, но она все еще не вернулась. На обочине, 50-летняя женщина держала фотографию девушки и тянула каждого прохожего, чтобы задать тот же вопрос. Хотя она спрашивала, ее глаза были такими же пустыми, как будто она уже потеряла свою душу. Чжан Те последовал за другими мусорщиками и молча прошел мимо нее. Идя в контрольной зоне Калура менее чем 20 минут, Чжан Те прибыл на базу мусорщиков. Она была внутри большого полигона за районом заводов. Он был покрыт пустынной черной угольной породой, поэтому Чжан Те не мог терпеть окружающую среду здесь. Здесь собралось много столетних отходов, таких как угольная порода. На этом полигоне угольных пород находились тысячи палаток. Здесь проживало не менее 10 000-20 000 человек. Когда Чжан Те последовал за командой сюда, он все еще видел много паровых грузовиков, которые перевозили угольную руду и вываливали ее в это место. В тот момент, когда грузовики прибыли, за ними последовали многочисленные дети. Им все равно о возможных опасностях. Когда была высыпана угольная руда с низкой эффективностью сгорания, дети бросились вперед с небольшими бочонками и упакованными корзинами и начали копать мелкий уголь в этой угольной породе, который все еще можно было использовать. Весь лагерь беженцев был покрыт пылью из-за транспортных средств и бегущих детей. Все беженцы сжимались вместе, мужчины, женщины, старые и молодые, как ингредиенты в кастрюле. Вскоре после того, как они вошли в зону палаток, к ним подошел 60 с лишним летний мужчина. Фред, что ты принес на этот раз? Итак, мы отправились в форги и принесли посуду и кое-что, чтобы пережить зиму. Дай нам подходящую цену. Что-то, чтобы пережить зиму. Многие люди даже не знают, как с этим справиться. После оценки предметов на их спинах, 60-летний мужчина кивнул. Следуйте за мной. Джан Те также последовал за остальными и прибыл к палатке старика. У него было только несколько грязных одеял, которые он достал в городе форге. Кроме того, на нем было наполовину новое шерстяное пальто, которое, похоже, не соответствовало его изображению, и он выглядел как беженец. Увидев, как он идет с командой, этот старик только взглянул на него. Палатка была очень большой, наполненной множеством предметов, в то время как сильные люди с топорами патрулировали. Это похоже на центр этой зоны палаток. Многие люди стояли перед доской объявлений на обочине рядом с этой палаткой. Когда Джан Те прошел мимо доски объявлений, он увидел образы его и майора Франки. Это были два приказа на арест, под которыми были другие приказы об аресте. Однако поскольку награда этих двух была самой высокой, 3000 золотых монет, они были поставлены на вершину. Одним взглядом, Джан Те запомнил содержание в приказе о задержании в его сознании. Его сердце забилось быстрее. Было не слишком шокирующим видеть приказы о задержании в лагере беженцев, поскольку он был близко к Нормандской империи. Это были просто трущобы, которые не были разрушены войной. То, что сделало Джан Те действительно запутанным, было то, что майор Франко был разыскиваем Северной пограничной армией, а он сам был разыскиваем комитетом рассмотрения порядка. Это была хорошая новость для Джан Те. При виде этого, он восстановил свое самообладание и больше не беспокоился о членах своей семьи. Члены его семьи будут защищены Северной пограничной армией и никогда не пострадают от какой-либо опасности со стороны секретной полиции. Если нет, то Северные пограничные войска и армия Железного рога получат удары по своему лицу. Поскольку нынешний возраст и внешний вид Джан Те очень сильно отличались от этого образа в приказе на арест, никто не догадывался, что один из мусорщиков был парнем на плакате, стоимостью в 3000 золотых монет. Джан Те продал предметы, которые он привез из города Форги за 4 серебряные монеты и 37 медных монеты. Каждому в команде приходилось платить дань. Согласно правилу, каждый человек должен передать 30% своего дохода в качестве платы за защиту. Отдав 30% своего дохода, Джан Те выиграл более добродушный взгляд от Фреда. Как насчет этого? Ты достаточно храбрый. Как насчет присоединения к нам? Мы можем работать вместе. Фред пригласил его с восторженным голосом и обещал отличное начинание вместе. Конечно, Джан Те не принял эту перспективную профессию. С оправданием, что он хотел найти стабильную работу на заводе, он отказался от приглашения Фреда. После этого, он коснулся серебряных и медных монет в кармане и покинул лагерь беженцев. Хотя власть секретной полиции еще не добралась до города Калур, это не значит, что теперь он в безопасности. Многие люди рискнут своей жизнью за 3000 золотых монет. Щедрые награды рождают героизм. Когда он шел по улицам, он все думал об этом. Даже если он не был разыскиваем армией Нормандской империи, он также не мог вернуться в отряд. Он не мог объяснить конфликт между ним и тайной полицией. Такое великое событие нельзя было покрыть, сказав, что он был поражен молнией. Тогда как он мог вернуться в город Блэкхат и связаться с членами его семьи, Джан Те продолжал идти, пока думал. Он не знал, как долго он шел. Когда в его видении появилось здание, он внезапно был потрясен. На входной двери этого здания был рельеф могучей Золотой Птицы Рух. Да, Банк Золотой Птицы Рух. Вспоминая услуги, которые предоставлял Банк Золотой Птицы Рух в городе Блэкхат, глаза Джан Те оживились. Глава 253. Шокирующие новости. Часть 1. Так же, как в банке Золотой Птицы Рух в городе Блэкхат, когда Джан Те зашел в этот. Он увидел, как многие люди ждали в зоне отдыха. Банк гарантировал конфиденциальность всех гостей, предоставляя услуги для каждого гостя в отдельной комнате. Количество людей, ожидающих в зоне отдыха, было, как минимум в 5-6 раз выше, чем в городе Блэкхат. Когда он проходил мимо зоны отдыха, Джан Те услышал, как мужчина и женщина шепчут в зоне отдыха. Дорогой мы покинем Калур на этот раз? Да, не волнуйся, все наши объекты недвижимости и предприятия в Ангуле были ликвидированы, мы переедем в более спокойное место на этот раз. Сначала мы отправимся в китайскую страну, прежде чем переехать на восточный континент. Нам нужно уходить, детям всего 4 года, я боюсь, что они не смогут приспособиться к внешней среде. Эта миграция на дальние расстояния займет у нас много времени. Хотя я не знаю причины, я знаю, что после этой войны лучшие кланы в Ангуле, которые богаче и умнее нас и могут более четко видеть ситуацию, готовятся к перемещению своих семей и предприятий. Их члены семьи уже долгое время изучали китайский язык. Все видят восточный континент в качестве конечной цели этого движения. Почему мы должны оставаться в Ангуле? Маленькая рыба, такая как мы, должна следовать за большой рыбой, чтобы избежать опасных потоков. Кроме того, иногда, если мы знаем направление, мы можем даже плыть быстрее, чем они. Это наше преимущество. Мы должны воспользоваться этим. Неудивительно, что ты хотел, чтобы наши дети изучали китайский язык. Чтобы подготовиться к передвижениям в будущем, ты тоже должна его изучить. Из-за того, что они были рядом, то, что говорила пара из Ангулы, было услышано Джанте, и это сильно шокировало его. Ангула также был городом Андаманского альянса и был добавлен к карте Нормандской империи. Если некоторые из лучших кланов в Ангуле готовились перевести членов своей семьи и богатства, они, должно быть, почувствовали что-то. Основываясь на их глубоком прошлом и социальных отношениях, они, возможно, почувствовали запах предстоящей священной войны между людьми и демонами. Это было возможно. В конце концов, в мире было много умных людей. Если Танди и крупные фигуры, начавшие эту войну, знали это, тогда другие могли бы также знать или могли предположить. Перед катастрофой, способные люди всегда старались изо всех сил оставаться в безопасном месте, точно так же, как люди привыкли прятаться в крепостях и городах с высокими стенами до того, как случались войны. Поскольку Восточный континент был очень безопасным, это стало первым выбором каждого. Танди также настоятельно рекомендовал Джанте как можно скорее переехать на Восточный континент. Возможно, даже такие кланы, как клан Грегори из города Блекхат, тоже готовились к переезду. Если эта священная война продлится еще сто лет, никто не будет знать, выживет или нет коридор человеческих кланов Блексона. Под ревнивыми глазами большого количества людей, Джанте, который был одет потерто, как и другие беженцы, снова пользовался привилегией китайского клана. Он подошел прямо к входу в золотую комнату, которая была зарезервирована исключительно для китайского клана, где его почтительно приглашал в комнату 30-летний мужчина в очках. Комната была похожа на ту, что он видел в городе Блекхат. Она была простой, но деликатно спроектированной. Закрыв дверь, 30-летний мужчина подошел к дивану в комнате и сел перед Джанте. Сэр, что я могу сделать для вас? Прежде чем открыть рот, Джанте глубоко вздохнул. Хотя это вызовет подозрение сотрудников банка о его статусе, Джанте не думал, что банк, который пользовался большой популярностью среди китайцев и имел почти 1 тысячелетнюю историю, выдал бы его всего за 3 тысячи золотых монет. Даже Танде, подонок, хвалил банк золотой птицы Рух за его надежность. Мне нужно связаться с членами моей семьи, которые находятся далеко и получить некоторую информацию. Я помню, что вы можете предоставить мне эту информацию. 30-летний мужчина внимательно посмотрел на Джанте. Наш банк действительно предоставляет такие услуги. Если в городе, где находятся члены вашей семьи, есть филиал банка золотой птицы Рух, мы можем начать дистанционную связь, чтобы помочь вам связаться с членами вашей семьи. Если отделения банка золотой птицы Рух там нет, если вы сможете предоставить нам адрес, мы также сможем передать им ваши сообщения. Кроме того, мы также предоставляем различную информацию. Исходя из ситуации, цены на две услуги также меняются. Это может быть немного дороже, чем другие каналы за пределами. Вы уверены, что вам нужны эти услуги? Я уверен. В эту эпоху удаленная связь была сродни беспроводному телеграфу перед катастрофой. Однако по сравнению с беспроводным телеграфом, дистанционная связь осуществлялась двумя зеркальными кристаллами. Плата за обслуживание была рассчитана по количеству слов. Было сказано, что его можно использовать для передачи кодов при помощи длинных и коротких сигналов. После расшифровки кодов, люди получат сообщение. Хорошо, пожалуйста, покажите мне сертификат вашей платежной способности. Основная сумма – 1000 золотых монет. После того, как вы будете иметь возможность оплатить, мы предоставим вам услуги. Поскольку Джанте только взял несколько золотых монет, когда он сбежал в тот день, у него сейчас не было денег или золотых чеков. Не колеблясь, он сразу же снял кольцо энергии с его пальца и положил его в руку мужчины. Этот товар должен быть квалифицирован как сертификат моей платежной способности. Мужчина не бросил какой-то презрительный взгляд, увидев обычно выглядящее кольцо. Вместо этого, он осторожно положил кольцо в лоток, покрытый фланелетом. Подождите, пожалуйста, нам нужно сделать аутентификацию. Джанте кивнул. Затем этот человек поднял поднос и вышел из служебной комнаты через другую дверь. Джанте терпеливо ждал на диване. Было бы забавно, если бы это оборудование рун, которое даже полковник Рейнхардт не имел, не стоило бы 1000 золотых монет. Джанте предполагал, что этот предмет не должен стоить менее 5000 золотых монет, которые клан Грегори компенсировал ему. Через несколько минут открылась еще одна дверь служебной комнаты. На этот раз это был не тот человек 30 лет, а 60-летний мужчина, у которого была пара чрезвычайно ярких глаз. У старика был поднос, на котором мирно лежало кольцо энергии Джанте. Молодой человек, ты можешь сказать мне, откуда у тебя это кольцо? Есть ли проблемы с ним? Джанте слегка нахмурился. Нет никаких проблем с этим кольцом секретного серебра, он чист. Мне просто интересно. Неважно, если ты не хочешь говорить, это не повлияет на услуги банка золотой птицы Рух. Старик улыбнулся и сказал добросердечно. Секретное серебро? Сердце Джанте забилось. Только он узнал, что материал этого кольца, который был тяжелее золота, назывался секретным серебром. Раньше он никогда не слышал об этом материале. Это трофей, который я взял у военного офицера династии Сунь на поле битвы. Джанте ответил честно. Услышав объяснение Джанте, старик кивнул. После этого, он поставил поднос перед Джанте и дал ему проверить, было ли кольцо целым, и он сел напротив. Ты хочешь связаться с членами твоей семьи и хочешь узнать о чем-нибудь здесь? Да, каков адрес членов твоей семьи и имя контакта? Затем Джанте рассказал ему адрес своего дома и имя своего отца. После этого, он увидел, что старик, сидящий напротив него, мгновенно удивился. Затем старик взглянул.